всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно enter вуди да и мы рады вас приветствовать наконец-таки надо должен на долгожданнейшем просто золи dfc 2017 и он же мировой чемпионат 2017 года по квейк 3d фраг и мы сейчас будем обозревать карту номер один вот она давно и конь давно номер закончилась не знаю каком году вы смотрите этот обзор в будущем 2018 уже на следующем дфц надеемся вот мы начнем да я сначала буду делать посмотрим на эту карту и знаменит 5 10 15 потом мы и подетальнее посмотрим потом будем смотреть демки по чуть-чуть в общем ну и таймстап будут внизу на какие-то определенные на топ-10 на все важные вещи да таймкоды кто играл задрачивал очень долго и не хочет все это смотреть на ту же карту может сразу переходить не хочет смотреть на всю эту боль снова так начинаем смотреть на карту что мы здесь видим мы видим ну как бы такой квадратный старт здесь и синенькие текстуры в принципе неплохие сейчас возможно сделаю чуть-чуть поярче 1.4 быстренько и так и так да вот чуть-чуть поярче стало у нас вот эти полосочки обозначают старт и так думаю до 100 старт находится вот здесь вот и после него мы видим пады с такими иголками шипами торчащими с пола они же меня убьют да убьют то есть здесь над ними находится бортик бортик тоже нельзя касаться касаться у меня убивает вот ну и нужно наверно прыгать по вот этим падам которые кстати с выступами детализируют и просто слишком за все время задротство вроде как проблем с ним не было так что не особо мешало да здесь тоже такие же с выступами да прыгнуть интересно нет на прыгну нужно с распрыжкой на чем-то церковный 500 конечно все равно не допыгну даже если как больше делаю ватный какой-то церковь в общем с трех прыжков эти пады нормально проходятся здесь к сожалению дорожки для ногов нету это интересно закреплено не едет смотри-ка но все равно я даже пытался это юзать да но к сожалению мне кажется сюда будет сложнее допрыгнуть чем до сюда до краешка здесь у нас как-то у нас нарисован хоть какая-то и к икона я не знаю что это так и выключить маппер кстати маппер у нас аймур топовый олдскульный маппер которого наверняка уже уже не все знают но многие помнят такой дедок с с ржескриптом я не знаю что здесь написано здесь какие-то иероглифы в общем он наверное за 10 заповедей вот эти вот при принес людям не могу назвать и так дальше что мы видим нам где-то здесь дали рокеты 2 2 штуки ракеты и дальше поворот налево наверно нужно туда как-то прыгать с ракетами принципе с одной ракеты это нормально перепрыгивается так идем дальше здесь у нас выступ такие а здесь кстати закреплены кстати эти естественно ты бы врезался постоянно тоже со закреплена ну да ему постарался а здесь у меня отобрали кстати все ракеты и ползем дальше поворот налево с таким здесь кстати я кстати все время говорю здесь этот угол он сделан патчем что это было сейчас а это белое то есть не квадратный вот такой уголок то есть можно прижиматься в кутри и по по дуге по такой пазу заворачивать да и кстати не знал не наблюдал интересно дальше мы прыгаем прямо 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 стеночки которые с ямами куда можно упасть которые можно воткнуться здесь у нас а мне дали 50 брони по 11 плазминок и сейчас по одной добавляют и дальше проход опять с шипами а он там направо можно сейчас попробую можно здесь ну как видно мало чего интересного там ничего нет здесь уж скажу крайней мере можно обойти сбоку то есть если да если логачок все-таки да что это не получится если не получается то а ему все таки не знаю нарочно не нарочно но типа сделал обход здесь тоже вроде как не чуть-чуть не вон там еще нет он тоже ничего нет наверху я не вижу них у там клип там есть третий этаж не на этом хорошо идем дальше стенка такая брали у нас это брали кстати и падение вниз здесь у нас вроде ничего интересного здесь клип везде вот эти выемки нельзя воткнуться подым из услугу до падаем вниз видим такую яму опять спадом причем который нас телепортирует опты здесь еще плазмы нам надо ли о и меня подталкивает квадратик здесь что это что я пытаюсь слезть с него не получается он просто очень широко натянут этот джампад и вот чувствую он здесь справа тоже есть но он очень широко натянут он он вот 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 досюда прям вот до сих пор поэтому я не нацеплялся там у нас еще какой-то проход сейчас попробую туда залезть ой она выдавился наверное все же много яркости поставил но здесь телепорт здесь хоть и нарисованы шипы но эти шипы меня не не убивают а прикинь сейчас падаешь на шипу я там кив я в офиге а здесь а вот можешь на залезть можешь можно помогут даже оттуда туда вот здесь портик есть и сюда можно здесь прям вообще все можно юзать интеркали наша путешественница в разрывах там дальше нету вроде бы нет к сожалению ничего а снаружи снаружи сейчас поползаю просто интересно здесь сколько народа ползала по этой карте вот таким образом мне кажется все просто проходили прямо и даже не заморачивались вдруг здесь я ползал друг и вдруг рокет скрыт и еще что-нибудь есть пасхалка какая-нибудь я не вижу что там по моему там ничего вроде бы нет здесь у нас первый этаж и и все там вот выступы есть небольшие и нам в клипе ну и либо нет но они бесполезны в общем залез я наверх и опять у нас все отобрали да и опять меня нет они рокетов одни 1 1 1 шанган идет такая дорожка с а здесь кстати у нас клип здесь нельзя упасть а с этой стороны с этой стороны можно упасть вот но так что дальше что дальше что отобрали да вот мне еще раз далее отлично здесь дают ракеты 10 штук и и хпс броней да так что дальше дальше у нас такая темная комната с чернотой внизу которую я пока не хочу падать с такими окошками а сейчас далеко далековато меня откинуло попробую попрыгать вот таким вот образом раз здесь здесь тоже клип на стенах там в окошке не залезть но если было бы залезть то я думаю никого ее не играл потому что стима цеплялись а я уже не сделал скрипт не прокатил за скрипты сурнаджа зачем если можно нажать кнопки дала но клип например сидела назначайся из бима бакали вот такие факелы здесь которые светят конечно на русском языке если факел не очень звучит но что поделать почему не очень для американцев для обыговорящих людей факел так что у нас здесь в общем просто несколько использование нескольких ракет по стенам падение вниз вниз мы упали и нас отобрали вот-вот где-то здесь еще видимо падение на собирают дальше здесь у нас еще иголки по которым можно прыгать надо кривой клип и кривой триггер должен был быть чуть 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 повыше чтобы ну и ладно это не критично как бы это никто и даже не использовал такие кошечки кстати тоже вроде можно было о ой смотри косяки и косяки это не косяки это оптимизация ты не понимаешь так что дальше дальше у нас идут пазики под 1 2 а вот до 3 я допрыгнул здесь нам дали плазму где дали здесь на втором падении да и и здесь у нас еще интересно так так то есть есть можно падать ну ладно я без позы попробую допрыгать потому что здесь телепорта везде можно заново проходить можно успешно тестировать любые идеи тогда прыгнул дальше у нас ну как бы плазма по стене мы прыгаем и проплазмим вот таким вот образом ну не знаю как получится дальше у нас тоже такие выемки решеточка как бы уж там кто-то живет я не уверен тоже можно завязать там а там небо строим skybox и г у меня к сожалению сейчас нет ничего страшного здесь нам триггером дают рокеты много штук 10 штук и потом по дому добавляют за каждую секунду разрушенная стена да кто-то и ломал да здесь можно вроде бы с одного ракеты дались если идеальное сделать вот и скрипты подъехали такой ты но клипом себя подтолкнул я видел ты можешь там замонтажировать и все нибудь не будет не будет здесь у нас опять всякие выступы по которым можно падать и нам нужно наверх предполагается что здесь 2x будет вязать и взяться так и и поймал его плохо поймал нет нет не поймал здесь можно стоять нет нельзя стоять сейчас я попробую еще раз с двух прыжков сделать 2x и отобрали и вообще все плохо триггера сейчас еще раз а у тебя какая мышка кстати у меня logitech 407 мягкие клавиши у нее нормальные такие минутка эрудиции в общем мы сделали много ракет залезли наверх идем дальше здесь у нас всякие опять сломанные стены рокеты здесь отобрали ракеты попринь еще нет здесь здесь у нас клей по нет здесь кстати тоже клип вот такой вот сделаны по то есть вот отсюда прям нифига здесь и здесь нас офигеть здесь здесь я упаду а куда меня телепорта нет а сюда не сильно страшно прыгаем 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 ухты нам дали рейл далее рельсу интереса рельса а дальше что где-то наверно ухты классные здесь коридорчики такие дополнительные тут можно внизу прям такие пол классный тут со всякими всякими якими все все много интересного к сожалению туда нельзя попасть потому что телепортирует назад здесь без хорошего стрейфа я не знаю как можно приходить людям с не таким хорошим скиллом ну как то надо так ладно я сейчас попробую еще разок прямо от старта стрейфить и включу полосочки наши которые обычно помогают для стрейфа сейчас полосочками все получится смотри нет но получилось падая я неправильно начал стрейфить я я не помню откуда здесь нужно начинать давай два три четыре и вот на долетели до сюда здесь принципе тоже проход сбоку и и и чё дальше как бы вот там есть такие светящиеся вроде как кнопочки я сразу с подвернула и в них можно пальнуть откроется дверка но это да кого не выделяются в любом случае будет понятно что вы именно по ним назаре чтобы дверь открылась вот открывается я понятно то что там финиш не совсем понятно там финиш в общем сейчас пройду потом буду смотреть на все таймы там плюс 12 минут ну чтож теперь будет чуть подробнее про него расскажет ну давайте попробую да что-нибудь новенькое ну что то можно сказать так я хотел мы в радианте и позже будем смотреть или мне сейчас пролететь ну часто ночью за давай сейчас я тогда альтарность в в ради ради так экран так так готова оп готова все видят радиант надеюсь что видят я быстренько сейчас пролечу чтобы показать через находится здесь находится старт игр который вот так вот натянут до самого верха то есть его не перепрыгнуть никак даже если брокер здесь есть у старт триггера у нас white white 0 как будет они старты у старт триггера у нас white минус один поэтому он только один раз съязается дальше вот у нас здесь пол таргет килл летя летающий здесь нам дают несколько ракет броню и мигу после полета после поворота налево здесь и такой вот боковой триггер с этими иголочками тоже с ним ничего не сделать сейчас я просто быстро полечу покажу где триггеры и что они делают этот триггер у нас нам дает ракеты поворот налево летим 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 триггер который дает плазму тоже в принципе до потолка что-то еще интересное есть толщину триггеров и не то покажи что ли не как они они тоненькие чу их показывать то здесь триггеры не такие большие вроде их не так не такая сложная углу прям до потолка дотянут классно триггер который дает плазму причем он находится в таком месте вот здесь какая-то полосочка такая тоненькая вот прямо в нее воткнут перед ней кей дальше вот она кстати триггер который нас который широко натянут он и с этой стороны выступает и с этой стороны выступает после полета дальше мы видим то что триггер который нам отбирает сюда и нет который закрыть и нет target name честно мало понимаю чем делает игр мультипл что-то делает я тебя слышу поэтому можно потихоньку извините триггер ракеты которые дают руки который находится в проходе 10 посерединке около вот этой вот решеточки чем да он только здесь сверху натянут лить и он дает нам ракету броню мигу и все летим вперед-вперед-вперед-вперед-вперед падаем вниз здесь нас все отбирают вот этим триггером как раз дальше у нас триггер который плазму дает который находится чуть правее середины этого полтора выпада что-то еще есть это по-моему чекпоинт вроде бы таргет телепортер это нижний который нас телепортует наверх а этот у нас таргет чекпоинт да обычный здесь нам дают ракеты с броней наверх полет вниз здесь мы делаем двоих залетаем наверх как только вот здесь вот потолок пересекаем нас отбирает все что можно и дальше обычный стрейф с ничем интересным здесь триггер у нас чекпоинт наверное да а нет нам рельсу дают вот здесь вот после пересечения прохода три падика и вот эти вот два две штуковины которые таргет спикер которые и кнопочки которые позволяют открывать эту кнопку и финиш вот здесь вот после после пересечения в принципе не ничего такого сложного все стандартное каких-то таких триггеров которые можно обойти здесь нету все нормально дотянуто до самого верха никаких дырочек лазеек ничего ничего это означает прямой наш хватит крутиться так вроде все видно так давай показывать через есть интересно да но первых тут нету таймер сета еще бомба да так тут так давай сроки в общем туда тут также тут по моему но об текстуры то есть если даже где-то будут этой просто карта она целиком скомпилена без обувь с триггером но об и поэтому нигде не словить не наклонных ним необычным способом вот вот и да собственно сразу тогда со старта начну про вот эту вот рамочку где там с другой стороны еще мужик со скриптом стоял по идее ее можно использовать но это возможно неэффективно и возможно слишком сложно потому что дают рокет вот здесь а при обычном прохождении вы это место находитесь на лету в этом месте и получается вам нужно ждать завершение прыжка чтобы прыгнуть ваш ну чтобы выстрелять собачок сделать да если прыгать отсюда то получается как раз примерно сразу с рокетом но я ни разу не залетел так и сделал потому что тут кривая вот эта стена она не дает мы как минимум то что это рамочка выше чем под это не позволяет мне заски мить угол и собственно провальная идея тут как вариант почему нет а еще на старте был вариант юзать вот эту вы куда чтобы сделать double jump как-то возможно изменить спейсинг но это тоже ничего не получилось потому что тут чуть чуть больше чем моделька расстояние и не за ну не получалось вот не эффективно тут у нас все по стандарту два рокета можно как ну тут в любом случае стреляете сразу потому что вот здесь вот где-то и нет он все отбирает здесь я пробовал например этот самом начале пробовал как-то буст сделать вторым рокетом прямо перед самым отбором но его очень далеко отбирают поэтому не получил да если прямо даже перед рокетом делать завернуть налево не получится таким образом говорили еще что можно вот это вот угол за скимить на скорости 1800 но 1800 я честно не представляю я могу 1700 выжить к примеру но 1700 каким образом стреляя куда-то или прыжком прыжком ну монтер говорил ну этот fps босс кто знает может монтер говорил что типа с таймскейлом схеме у я этого не видел но говорит типа можно но этой руками скорее всего нереально так что оставим это так демку баски тут у нас тоже прилибо он видимо ну не записал место есть два варианта прохождения начала этих рак ракет начальных либо использовать один с бустом либо без давно я исходил из того как у меня первый рокет получится по высоте то есть если слишком высоко ну не для буста я просто его стрелял просто себя ну просто стрелял в общем а если достаточно низко то делал гб в принципе и так и так чеки примерно были одинаковые да и когда у тебя тут уже передроченный тайм этот первый чек почти ничего не решает так что ну понятно он должен быть хорошим но такой вот такой вот так тут нам тут по моему нет тут нет нет типа только там только на ракетах там можно вроде как пропускать это все дают нам плазму я каких-то чудов проплазмил тут мы дальше падаем и вот отсюда в принципе начинается самое интересное тут нам во первых я хочу отметить плохой вот этот вот под он слишком маленький и по крайней мере в цепи если падаешь вот нот на это на этой же на этом же положении как врезаешься то он бывает перелетается этот под это ужасно бесит когда ты сосредоточен там у тебя постоянно какие-то новые и положительные попытки скажем да и ты перелетаешь этот пад и фэйлиш получается вообще вот это место она не очень хорошо тестировано да вот сейчас просто берется и перепрыгивается и в кутри физики она тоже очень не очень неудобно и ну как и там исходя из топ роута особо не мешало но тоже я вмешала потому что ну я например играл в физике его кутри здесь приходилось после втыкания отпрыгивать назад потому что по-хорошему нужно приземляться перед джампадом до не марша да да есть в кутри там это ожидает то есть я приземлялся немножко себя в эту сторону как бы отводил вправо и отсюда уже начинал ну смотри все клиенты можешь сразу после получения рокета плазмы начинать плазмить а вот тебе нужно лишь не прыжок сделать и нужно либо тормозить как-то чтобы не воткнуться в джампад либо не знаю как-то медленно плазму попрыгать либо начинать откуда-то пораньше ну в общем то мы тоже сама на обсуждали вот этот момент но сам под что можно было бы его хотя бы на чуть-чуть во все стороны пошире сделать это было бы уже намного удобнее ну то есть тут судя по всему он исходил как-то из эстетической может точки зрения то что он такой маленький смотрится аккуратно и никому не мешает на самом деле в общем-то не очень удачный момент и еще тут вариант рассматривали но он скорее всего был не очень эффективный это делать это падать сразу в телепорт сверху делать выпрыг сразу сюда такой вариант но у меня ни разу не получилось ты можешь упасть телепорт или там никак но я зацеплял вот прям краешек вот так было но это получается это я набирал слишком большую высоту это не но не эффективно прийти придется по 4 все прям оттуда да нет вот сейчас отсюда просто можно упасть телепорт или это прям сложно очень тоже сможешь упасть типа так же немножко ну типа с приседом можно там получалось все как-то один разок но это не эффективно в общем как мне показалось можете в оффлайне сайта потом подписи я не долетел ни разу я конечно мало пробовал может но я не беру и так дальше здесь вот нам дают я кстати что думал что вот здесь на этой полосе газа немножко пораньше вот здесь триггер находится прямо на вот получается ну или как ориентир он там широкий такой он вот в этой грани до полоски находится вот ну и в цепи там естественно тут несколько вариантов можно сделать гб от пола что не совсем удобно потому что надо будет искривляться как-то как-то криво косо заходить траекторию делать идти как бы правее чтобы повернуть налево частично и сделать габы более эффективным потому что те же надо ну поворачивание чтобы набрать мне кажется чуть ярко сейчас заключил отсек вот ну и не за мне этот вариант сразу не понравился потому что он как минимум неудобный и получается именно почему-то вот такой вот как гб у меня лично у меня слишком редко но я выпутался и ситуация начал делать просто гб от стены то есть как только дают плазму я сразу делаю гб от стены набираю и дальше то есть или типа как роки там но система немножко сложнее ну изначально я потом конечно же ну разобрался как его делать и стабильно уже делал но именуется джемпад и собственно скорости там очень много делал я его вот таким вот образом то есть я стрелял примерно вот так перед падением и его плюс основной в том что тебе не надо крутиться что-то и сворачиваться ты просто во время ну будем называть это технично выполняешь и просто потом смещаешь угол чуть ниже и начинаешь позже нажимал его во время использования не видно видно я сейчас просто вперед и вправо и все и да и надо или как роки там только вправо не нет вперед и вправо но что только вправо получается надо было бы уводить ну слишком далеко и там было бы уже неудобно это в принципе неудобно в данной ситуации а вперед и право вполне себе и скорость набирают просто ощущение поражением как будто он около 200 ну то есть я от 700 до 800 я выбивал бывало так что я приземлялся с плазмой там 1250 скорость была приземлялся так что это достаточно эффективно вот вот ну первые дни конечно у меня было проблемно с этим гб я очень рад был когда его делал мне прямо доставляет удовольствие извращенство вот так ну и дальше естественно тоже интересный момент и не пишет хотел сказать я ну зависимости от того какое сделаете здесь прыжки здесь обычно получается или 4 или 3 ну то есть если очень плохо получается как сказать плазма вот это которая ну по крайней мере себе физики на тысячи где-то то многие делали по четыре прыжка и 4 rocket прям самый-самый краешек вот здесь это ухо попадался на либо вот как раз вот этот гб еще позволял мне за счет большой скорости делать типа минус джам то есть как только получаю уроки сразу же мог мог им отстрелиться в принципе даже без этого гб плазмой получается сделать три штуки единственная я бы хотел отметить правильную плазму как развеси июзать давай сохраняю здесь чуть-чуть даже потыкаю 4 вот что я хочу сказать то что плазмить в и все темы буквы три физики нужно вот вы видите вот эти полосочки если вы попадаете четко вот эта полосочка когда плазмите вы набираете намного больше боковой скорости вот в ту сторону вправо то есть там сильнее растет и таким образом если вы просто даже в нее направляете мышку и во время плазмы в эту беленькую маленькую зону то вы наберете намного больше скорости я сейчас конечно попробую я реально забыл как здесь прыгать надо все то есть у меня 1200 тоже тоже даже 1250 получалось то есть один разок а так обычно 1180 я сейчас низко очень сделал я мозг бы попроще в этом плане даже дает скорости 1120 это же стрельцам ракетом получалось вроде бы просто все ой я только летел что давай дальше показывай давай так плазме ты все-таки не езжал это полосочка да не я без сна по часу в общем то да тут какие блин горячей нет хотя много ракет может 10 а здесь кстати знаешь чем прикол на что здесь можно упасть перед этим падом тут можно да 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 и не запрыгнуть даже эти шипы которые невидимые ты видел да от света ракеты стрельни туда вниз и а ты видишь на косяк ты видишь что какой дайте нам все дайте нам бога в фиге тут нет вы ничего не видели ну и в общем то тут есть тут в общем то целых два варианта тоже внутри даже я бы сказал 4 окей я даже 5 самого изощренного начну который я придумал самый последний момент это лететь ну ты вы тут летите с высоты кидаете один в пол туда то есть вне не вниз я толкаете кидайте туда в пол и вторым рокетом нужно успевать отталкиваться от этой стены от ближней то есть вы отталкиваетесь где-то где-то на 600 ловите вот этот рокет в пол получается как бы рж а то есть справа налево делала я просто до стороны пытался обычно да да ну вот я я думал так но и но я там по раз потестил и забил потому что последние дни уже надо было ну как бы свой ровно например покажи как это визуально выглядит не за типа вот так блин я за звук лицами что классно но это надо словить и а давай-ка точно я всюду не буду показывать или нет тебе отсюда далеко второй вариант это просто один рокет вниз можно даже прямо без прыжка его четенько ловите попадаете на этот факт ну то есть здесь как минимум несколько вариантов ловли этих ракет либо одной либо двух либо с прыжком либо без все да ну либо отсюда стрелять но отсюда помогут ли было самое эффективное я в цпм пытался отсюда отстреливаться в общем сюда сразу долететь попросилось я я тоже так пытался смотри так где у тебя есть и поздно верху вот тут только черт а я забыл ты так давай прыгай 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 сейчас и по сделаю на себе пить сделал так плюс 44 вот каким образом я делал я тоже несколько было путей то есть либо мы два рокета пускаем либо мы один я пробовал еще вот вот отсюда ракетом использовать то есть прямо прямо у самого краешка сейчас как бы это понял спасибо за скимин вот сюда доски мить этот уголок и у меня получалось то что я после выстрела бракетом мог приземлиться на вот эту фигуре ну то есть на самый краешек у меня прям не знаю очень сложно вообще не получается я попробую может получится вот и здесь можно сделать дабл джамп от этой иголочки но толку от него по моему и после дабл джампа допрыгивать до пада и прыгать дальше но как по мне это не такая большая скорость как если использовать 2x и без прыжка лететь вперед то есть возможно твой путь кстати если один вниз кидать одним отстреливаться или на нет не получится потому что ты ракетку попускаешь сюда или сюда а после выстрела ты падаешь туда я не знаю как тогда где в смысле ты кидаешь вот сюда впадать уроки а ты отстреливался вот этой стенке да 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 у меня но в общем не знаю как по тестам сколько у нас не получалось самое выгодно получалось просто здесь две ракеты использовать но здесь высота побольше потому что летишь вот так по дуге здесь где-то вот здесь вот начинаешь стрелять ракетами раз и из двух ракет долетается до этого пада по крайней мере это в cpm физике сейчас еще раз попробую раз и и в общем тут тоже большая была проблема я наверно лишний пыжок на слов ли этих ракет потому что потому что они кидают постоянно на разную высоту либо тебе кидают низкой ты улетаешь вот между этими падами либо тебя кидают высоко и ты влезаешься головой в эту фиговину плюс здесь нужно было еще рулить направо налево не темами кинуть в эту стенку или в ту стенку эти ракеты вот эти вот арки которые здесь находятся очень-очень сильно раздражали потому что за них цепляешься все такое вот но и в физике в ку-3 добавлю то что ракеты не так сильно кидают и без прыжка они обычно кидали вот на вот этот под то есть не на тот 1 этот до того падал мне по моему один раз только получилось долететь это очень и очень сложно потому что ну не знаю обычно по-хорошему долетаешь до этого пада прыгаешь дальше иногда кидалось сильно высоко и ты не долетая до этого пада просто полу отсюда все то есть в полете тебе либо приходится тормозить сильно и теряешь по-любому весь тайм либо не знаю я просто пытался долететь этого пада не разнул один раз только получилось вот дальше дорожку вроде здесь все показали всевозможные варианты один руки два ракеты с прыжком без прыжка в общем без прыжка намного лучше ну да в общем то в общем то вроде все по крайней мере она еще и меня получалось почти прыжок ну то есть кинуть подальше самый простой кстати вариант вообще без ракет прям ну да или просто вниз себя толкать за двумя ракетами или 1 да да наискосок вверх и не стреляешь падаешь начинаешь трефить это самый такой самый 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 простой еще я пытался чуть-чуть иногда делать такой вариант из кидая также 2x просто не сюда вот в угол да как падаю а немножко изменял угол обзора и кидал примерно сюда и когда приземлялся делал circle с прыжком и почти долетал до третьего пада сразу с косарем это ты с одного ракета или с двух с двух с одного нигде долетишь так здесь кстати есть вариант с бустом здесь можно на этом паде сделать boost потом плазмить по стенке тоже делал но он нет другую стенку в другую сторону смысле ну ну вот так в общем если скорости не так много или трейфишься вот таким таким образом здесь можно сделать пусты так вот много скорости набрать но я его ни разу делал не оказался мы делали слишком думаю я делал в начале когда тестил путь сверху сейчас покажу вот то есть как летишь вот таким вот образом стреляешь аки ты сюда делаешь стрейф но и стрейфа можно с пустом вот так вот попробовать завязать его ну вот как вариант еще прохождение здесь кроме как плазма и по-моему никак не получится но это сложно что сложно с бустом да ну на этом маленьком патики крики смотри куда приземляешься если ты с двух ракет здесь умудришься долететь туда да до последнего пада то ты приземлишься на самый ближний его краешек новых это класс и естественно то что если ты определяешь на ближний краешек намного выгоднее еще бы установить здесь потому что у меня когда из двух ракет долетал до вот этого падая всегда приземлить не но кому это надо потому что можно можно зафейлить это одну из пятиста попыток долета в этот релад спросишь двух ракет к отлетишь что приземляешься сюда и потом у тебя следующий прыжок идет на дальний краешек и здесь уже никак не бустануть а если приземляешься еще если вдруг вот до вот этого долетая что здесь можно реально бустануть и туда нехило так вылететь но я говорю это зависимости от дорожки от того как проходишь меняемся показываем дорожки так что тут нас тут нам дают много-много хп много брони дают rocket я вообще думал кстати за юз это когда был джамп ну или в первые дни но это такая себе идея и тут варианты естественно самый дефолтный это делать 2x вниз и залетать наверх это который вот enter как раз показывал и также мы видим что тут есть небольшие рампочки а в цпм рампочка значит что что у нас подкинет выше и видим что даже если вот так вот стать можно за прям задуматься ради взяли туда сразу лететь так вот можно еще кстати тут так окошки вот эти подозрительные да можно попасть но на нее встать нельзя я не буду пытаться учиться я уже провал ну там просто угол видимо рампочки ниже получается больше чем сколько она больше чем 45 градусов меньше или ну в общем да и соскальзываешь туда по идее было бы идеально вообще с этого окошка делать как тоже и туда ну в общем то как это происходило без перед а сейчас я же с их пост есть сейчас я все покажу в общем то есть вариант как показывал уже хокс на обзорах резерга ссылка тоже будет в описании можно отстрелиться от этой стены еще раз помимо тех и сделать уже об эту рампу но это очень по идее технично очень сложную и ладно сложно я тебе сейчас покажу но нет ну типа идеально чтобы залететь туда что идеальность и нужно но чтобы заски мить потом вот этот угол я когда играл на самом деле был такой вариант прохождения даже не знаю почему почему-то мы на нем не так сильно задумались то есть после того как посчитали что рокет в стенку как-то не очень легкий что ли не знаю но тут еще проблема в том что надо типа идеальные ржи делать ну желательно как и тут делал я не помню даже притормаживать еще зачем-то прыжок выстрел нажимаешь точнее прыжок зажимаешь заранее мне так удобнее можно чуть-чуть даже притормозить потерять мизер скорости но идеально сделать 2x точнее ржи мне отсюда наверное такой способ с гб даже можно кстати на 1400 где-то я так улетал но ни разу кстати таки не заски мил этот угол ну как я читал там дискорде по написали то что вообще реально если рокета по моему бас и писал не помню кто то что у них получалось как-то после этого ржи выстрела ну об левую стенку сделать 2x у них получила получалось потом от правой стенки ржи рокетом с кимити там нас 1300 вылетать напрямую аж а ну да такой вариант у меня был в последний день как раз я делал изначально я делал 2x вот в эту сторону как и вас собственно но это не очень удобно потому что когда ты делаешь вот тут с ким потом в итоге тебе надо вот так вот облетать там рампу это рампу слишком большое дело блин час я у меня тошнит уже эту карту столько верно все кто играл dvc но не все я надеюсь что очень-очень многие прям много много играли как бы это чемпионат мира все такое ну да все позадрачивали думаю знатно да и сейчас я уже как-то очень-очень не хочется запускать после столько времени игры ленивые заиграть с их поспоменяю себе ну а потом в последний день я делал абсолютно другой роут который был бы быстрее на плюс 500 плюс 400 от того что я делал при условии что там все равно чеки были не идеальны как бы но еще плюс 500 400 к тому я выстреливал делал небольшую змейку вот так вот кидал вот сюда 2x также и вылетал в ту сторону и отсюда уже намного удобнее отстреливаться туда те потому что да и надо лететь не одни с этой стены спрос слева и получается чтобы те полукруг еще делать и ты теряешь скорость ай от этого от этой стороны но мне отсюда очень неудобно было почему но и потому что здесь уже превращался естественно мне в эту сторону переучиваться было очень сложно в общем карта специфическая и как по мне я очень огорчился когда заметил эту срезу почему потому что без нее было бы намного мне кажется выше потому что она неудобная какая-то прям не похоже то что задумано нормальным актером как будто там просто клип забыли положить и в общем я бы мне кажется лучше играл 2x через пол ну 2x тоже как вариант ну там основная проблема кстати вот этих финиша тут в принципе в этом моменте все наверное здесь опять же вариант либо 2x пол либо полтора x либо два с половиной либо от бортика с одной ракетой либо бортика с ракетом наперед еще тут кстати основная проблема вот и нет растянут вот так вот ну на 8 юнитов по моему стрелять задора до того как это было очень надо как слота назвать материться нельзя у нас это очень было дико иногда потому что ты летишь это это финиш карты там больше делать нечего надо выстрелить кнопку и зави зафинишировать ну по сути если пропады еще про спейсинг пока не говорим и это было очень обидно ты у тебя вот тут вот вместе с и не там чек но вот ну чек то есть чекпоинт россия ну так же ты летишь ты видишь чекпоинт там плюс 300 и ты не можешь выстрелить потому что ты его пересек уже ты не успеваешь я колдаун не откатился и ты цепляешь нет у тебя нету ракет это было очень обидно но кстати еще у меня получилось один раз таки получилось делать четкий 2x в угол ну в тот либо в этот и из просто сразу вылетать с косарем без роги но это очень жестко это всего один раз там за часа три в общего времени . с одним ракетом конечно намного проще завязать но вот параллельного с этим косарем тут не вылететь приходится в любом случае втыкаться в переднюю или боковую стенку как-нибудь и потом с намедленной скоростью стрейфить здесь дальше что у нас или самого краешка стрейк или зависимость того как вылетишь прыгаем 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 падики-падики попадаем кнопку или кстати тут вопрос спейсинга если я вот когда вылетал но у меня получалось же все вылетать отсюда вылетал где-то на тысячу и чтобы спейсинг идеально под минус джам подходил чтобы дальше стрейфить нужно было признаться вот куда-то прямо сюда на краешек если дальше только там дальше перелетаешь приходилось тормозить если ближе естественно ты либо падаешься либо сюда и не дотягиваешь до первого пада но если очень хорошо пытаешься стрейфить со снайперингом то можно и допрыгнуть я внесла что вот финиш по идее ну в общем могу еще сказать про эту карту что как поступила информация от аякса это и вот комнаты дебильной спадами с кнопкой не было изначально и и добавили чуть ли там не в последние дни релиза карты не релиза карта а точнее старта духа в цена комнат это ладно и даже у меня бывало то что я в этой комнате я так неудачно фейлился я перепрыгивал вот этот последний пад который на скосок на на находится то есть я чуть-чуть левее от него от середины попала и просто перепрыгнул у меня один раз получилось то что я после этого пада взял слишком на правой и промахнулся между финишный этой проходом то есть у меня было много скорости я его как бы попал на поле золки но пропаснулся мимо финиша да все тоже было тоже было а я еще рельсой фейлил не попадал в кнопку нам тоже риса это тоже ох ты попала можно нифига то тут везде телепорты это бесполезная локация это вот телепорт это телепорт ну наверху на здесь есть очень интересно надо на 10 комната классная и его как-нибудь по-другому использовать ну да типа там не знаю пролетаешь начать ну допустим начинаешь здесь дачу стрейф какой-нибудь потом наверх как нибудь еще ну да собственно вот такая карта не знаю ну в наверно все да можно начать демки посмотреть наконец но очень дебильная карта последняя комната больше всего бесила ладно этот tricks еще но вот эти кнопки с падами которые плохо за тысячи на скорее что просто поэтому не перебитались можно же пошире сделать и либо очень много было здесь проблема еще в том что эта комната вообще вся карта плохо ориентирована на начинающих игроков да она потому что вот эти вот стрейфа его начинающий просто не осилит вообще никак и обходной дорожки нету нигде то есть либо ты сто раз пытаешься попрыгать этот стрейф вот эти вот три подика либо ты не проходишь карта вообще то есть и в начале точно так же по моему там плазмы очень неудобная было и на то есть как как мы понимаем демки которые будут там за несколько минут они я так думаю что она вот этой комнате будут все фейлиться когда либо на 2x сгорелись но на 2x очень много грешили но еще был ну такой уже это конечно такой вариант сделать вместо этих падов просто хотя бы разрушенный какой-то полу разрушенный мост не вот этот вот разрушенный мост или хотя бы между между ними посерединке добавить еще покажет по по одному паду было бы что-то да может можно было через пада перепрыгивать можно было скипать их от нибудь да 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 чтобы была вот эта вот вариативность а иначе тут как бы ты хорошо не вылетел тебе либо придется тормозить либо подстраивать спейсинг виляя и все равно вы то есть у тебя плюс 500 допустим условно да вот там сроки то ты вылетел плюс 500 и на падах просто минус 100 вот тебе на прошел карту не знаю и мур конечно красавчик что сделал такую классно она красивая она геймплейная она прямолинейная как и подобает или первой карте наверно чтобы она не ошибка сложная была но она вышла сложная на плохо действительно ориентирована на начинающих розов здесь тоже ничего интересного доброжак не сделать по ящу по кирпичам можно прыгать но ты это тоже ничего не дает секрет секрет как и здесь вроде бы нету я не видел ничего там такого да хотя где-то говорят тут секретная комната есть но я думаю что это говорили про низ вот там шума там можно бегать хорошо будем переходить просмотр демок где если вы не хотите смотреть полчаса с просмотра нубских демок можете перейти по таймстампу вот мы начнем с подожди 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 начнем своку 3 с демок за вот например есть демка от xpc32 из канады который же ну короче открывай пока да я щас или не знаю ты будешь демку нажимать ладно play да 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 демка 9 минут конечно я не верю что мы будем все эти 9 минут смотреть хотя бы начало как он тут пытается проходить вот видно то что это начинающий ну не востока начинающих ножка даже странно что он 9 минут пытался проходить может я интересно вижу самая большая проблема вот он использовал джамп от который который дал ему чуть-чуть скорость наверно сейчас вниз и полет до него не хватило ракет я думаю что мы с каждой линкой которая там более менее длинные атаки будем поступать что мы просто посмотрим до места где она фейлится стараюсь сейчас если он не перепрыгнет раз-два давай отправы не долетел чуть-чуть побыстрее для того места как он долетит я перемотаю потому что ладно мы тут еще более-менее приемлемые таймы а цпм там есть 16 минут что ты не думаю что стоит отнимать в общем очень большая проблема была у этого игрока который пытался пройти эти рокеты и у него вообще никак не получалось и альтернативной дорожки нету да какой-нибудь входной путь или что-нибудь какая-нибудь граната рядом или плазма рядом чтобы можно было проплазмить или не знаю что-нибудь да ну очень жесткая карта для первого ранга слишком лучше опять не третий я так смотрю на таймский или 5 и он все среднюю комнату пытается пройти эти руки опять не долетел три минуты он прыгает а нет сори что это такое моргание большое потому что о долине наконец-то как иначе извиняюсь но это такая длинная я не хочу тратить 10 минут на обзор одной демки вот и теперь он будет пытаться пройти эти пады которые очень сложные на самом деле в кутре а это да 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 вот эти пады которые перед после падения вниз там есть тоже пады которые тоже не такие простые и тоже ничего не сделать для начинающим игроков игрокам до начинающих все очень я боюсь то что мы я хочу посмотреть вот он прошел эти пады с плазмой дальше он пытается пройти 2x ну 2x я думаю него была основная проблема нет основная проблема была у него на рокетах после этого а сколько там время сейчас из 54 уже а ну нормально сейчас полторы минутки здесь мало что можно сказать человек пытается действительно отправил демку мне кажется чтобы много народов просто не смогла пройти эту карту или не захотела отправлять демку за пять минут не ну исходя из демки экспесит захотела просто реально многие не смогли пройти насколько я знаю и естественно там ну кто более-менее адекватный у кого дым потом 10 минут он ее не посылал просто зарегистрировано 300 человек на демок 150 а запрыгнул ура и сейчас он еще минута будет проходить все пады у него еще хорошо хороший стрейф он прям классно стрейфит стрейфи да он кстати хорошо а да отлично проходит он не попал рейлом в кнопочку и поэтому заново проходит если у него так плохо он могу попробовать сначала пройти стрейф а потом уже стрелять кнопочку не в прыжке сколько не 920 940 40 минут на одном месте тут же можно допрыгнуть до двери потом стрельнуть попал на ней получилось опять не попал а вот теперь он попал кстати сделал как я говорю демка за 10 минут поздравляем его с каким-то местом с последним по счету 61 местом 61 место из 300 зарегистрированных влогах и получает он 46 очков ну что давай так следующая демка она медплеер кантри хир play я все равно буду не жрец немножко наверно проматывать места где он будет очень медленно все проходить странное начало получилось допрыгнуть ракетами он воткнулся мог бы по стеночке пытаться завернуть вот три попал вниз принципе старых тоже неплохо хочется него ракетами допрыгнуть он очень рано начал стрелять надо было там еще один прыжок сделать ракет и воткнулся да опять не допрыгнул я игорь и перематываю на который нас так пытается пройти я буду смотреть одно и то же не вставляет как другие фурки вот допрыгнул наконец-то до нападения вниз стрейф у него тоже не получается здесь кстати можно сделать один при джамп то есть заранее подтвердить но он коротенький получается хоть что-то добавляет скорости карта в принципе гарем неплохо и с исключением пара моментов это ну как по мне это не ориентированность на новичков и очень неудачная вот это вот среза при все остальное все остальное неплохо было сделано вот запрыгнул наверх и 2x раз три четыре пять шесть о шестерки запрыгнул нифига сила им скорости сейчас он пытается пройти последний стрейк попал даже рейлом вот до два тридцать прошел так следующий dd3 zsi из венгрии ты догадывает готов до play наверно он будет чуть побыстрее проходить часть ракетами да да си а финикстар кстати намного побудрее как мне кажется очень даже такой бодренький хорошо класс мид и в принципе хорошо прыгнул западем уже немножко западем притормозил немножко чтобы лететь здесь наверно будет со страйком мучиться потому что 3 под прям очень неудачно расположен вот он кстати при джампе сделал про проговорил по он даже до плазмал чутки парень то надо его вам деды взять допрыгнул мухты ой слушаем быстро ну вот вот этот вот момент со спейсингом у чувака занял целую минуту я так понимаю и даже не то что со спейсингом с кнопкой то что надо куда-то стреляет еще прыгать то что стрельф тоже нужен достаточно хороший ну давай промотай там когда у него получится не будем за две минуты мы просто 40 секунд лучше посмотрим другие ну что демок много до каждого постараемся посмотреть каждую посмотрим просто что на предмет 2 0 1 следующая марка из италии от 1 34 play на полсекунды быстрее он видимо в конце не так долго мучился все таки получилось пройти почти не видно без таких прям сложных падений которые занимают минуту или полминуты вот получилось завернуть поправить по этому уголку плазма немножко похуже чем его предшественника хотя вот тут вроде получше сделал и мой упал даже сразу это маска да 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 упал очень быстро упал очень хорошо и здесь первого раза он доплазмил но потом три раза упал делает ржи ржи и сразу же это осознал и и и по новой и не получилось не заметил то что немало хп поэтому он решил не стрелять последний ракет да решил не рисковать него и сейчас мало хп по идее об не получилось вот набрал кстати хп сейчас должен допрыгнуть вроде бы отлично ставил две ракеты поднялся и также от дальней стеночки начинал свое шествие к финишу которая наверное сейчас и сделаю вот сначала допрыгнул потом прицелился и попал ну хотя бы точно наверно верочку парень сделать точно чтобы не промахнуть на 14 секунд быстрее таки нас есть чина чуть-чина чуть не а чили скорее чем я кей play я его видел просто еда по-моему чили чилийский нас горячий кудришник быстрее на 14 секунд ухты какая не моделька что за моделька соник соник ажик или где-то виллах долетел прыгнул даже по старикам нормально джампад использовал он пятна нас на компетичный дождем присылал да 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 почти сразу тоже падал тут скорее всего не велития никогда не долетает нападок пробует еще второй раз не долетел ну можно было можно было как-то оптимизировать это все под новичковый скилл и не понимаю почему на первые тем более так поставили да 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 первые карты вообще обычно были так сказать проходными или даже запрыгнем наверх и по ним определяло сколько человек будет дальше проходить ну типа отборочные были но сейчас всем уже можно участвовать ухты попал финиш 120 так дальше нормально пишется вроде пишется следующий psy blumen швейцария за 1 13 прошел play итак это все в кутри кстати в себе нам немного попроще строитель поэтому демок побольше было вот он использовал холл сбит чтобы постройки по вот этим прямой вот тоже запрыгивал неплохие роги ты накидал чуть-чуть 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 да не хватило а я прыгнул слишком сильно затормолил получилось 2-3 это среза она сложнее реально там намного сложнее было использовать через боковинку там вообще на другой спейсинг и все плохо ну да ели как бы летел прям впритык посмотрим как что по спейсингу будет ухты даже попал и не жена 13 вот следующая демка ds secret из германии play на 13 секунд быстрее заворачивал в принципе нормально скорость у него так что много тоже с джампада залетал наверх я не заметил использовал прыжок или нет и попал вниз и сейчас у него должно получиться по стрейфу финиш 100 да ну уже более-менее будучи дымджи в принципе по по плотнее идут без таких больших файлов как вот было у предыдущих сколько там 7 человек следующие мод соуза 57 вышел из минуты смотреть play soul brother отечественный макер свой не макер этот мой мейкер и игрок тоже на фристайлер по большему по большей части делал мувик овершайн насколько я знаю про шайна собственно который пока что лидирует надо цифроваться обязательно кто не видел посмотрите очень классный он возьмем без джампада да зацепь разуверки использовал уроки наперед кидал с лошком да даже с плазминкой за взял губы такой небольшой выку дышный и почему-то не стрельнул ракетой не знаю почему можно было там два из пытаться сделать вот залетел наверх и стрель и стрель и начинается стрель и получилось 57 и 9 что ж да ну же с минимум файлов так скажем уже идет можно даже сказать что уже идет фрейма дрочь следующее 54 секунды на три секунды быстрее а он худ из финн финн зимляндии play это арка короче насколько я знаю вот этот который привет друг роман пишет егор крит сидела ты его не встречал не встречал джампада запрыгивал наверх по прыжкам у него он даже раньше сделано долетел до низа не пускал ракета не наверх не назад и вниз ну да зря не получилось у него прыжки кое-когда плазминал до верха очень много потратил здесь времени чтобы пешком походить получился на 2x отличный да очень хороший вот использует халбит попала рейлом и финиш вот чуть-чуть не воткнулся да еще бы щите воткнулся бы перед финишем у меня было внутри раза два воткнулся 3 обидно было разумно когда бежишь на плюс это прям увлевает в общем на пол секунды быстрее кианекс россия кося 38 play отечественные игроки подъехали попытаться пройти вы по три разок не скипал джампад тут очень притормозил сильно чтобы все подошло по спейсингу и дал вниз роге который что он за расти дал ну немножко кое-как до плазмы каким-то чудесным образом просто с углом 75 допрыгнулся до идеальной жизни почти два с половиной получилось ну в общем-то хорошо так достаточно знатно я бы сказал тенекс молодец то что попал даже и попал и идеальный рокет там получился rg это молодец так быстрее на 1 и 3 корж из белоруссии по моему play надо как побыстрее потому что это почти по минуте 60 демок это час смотреть осознаю еще cpm 100 демок может вы хотя бы в полтора x будем смотреть как честно не знаю а в топ-10 нормально посмотреть ну хоть немного быстрее полтора то они не шибко будет там еще cpm 100 с чем-то демок так вот я и говорю может полтора потому что мы тут завтра мы не сидим в 1 и 5 м скейл сделаем следующий я думаю то что все таки на youtube можно будет пропускать это а нам так как это выпускать надо сидеть смотреть тоже сделал там идеальная же на развороте почти попал в кнопку в принципе очень даже неплохо давай попробуем на 15 я бы немножко побыстрее пусть будет там с кем сейчас ладно play айди . ру из россии до на 600 быстрее чем корж из белоруссии прошу больше кожа у меня 15 оставить час а ты на сколько взял два не назвал слишком да у меня бин просто стоит play я уже смотрю на полтора ну на полтора вроде нормально кстати и как раз быстренько можно будет обсудить зацепился за краешек использовал джампад которыми медленнее получается мне кажется прям вообще не очень удобно так смотреть ну два один и три попробую поставь сейчас один как хотя бы немного быстрее потому что реально там сколько еще 40 дамы касалось 40 минут надо подумать я не знаю как что еще можно сделать можно рандомно конечно дамки смотреть но все-таки договорились то что все будем просматривать в любом случае посмотрите на 200 быстрее тоже соотечественник 800 скорости маловато конечно ракета не очень хорошо попал притормаживал стрейфом чтобы попасть миновал трампат стрелила с ракетами пускал наперед даже до через под до прыгнул да ну двух крышком очень много топал к сожалению всем скелом если на топал как-то весь еще моделька такая стрейфом в принципе нормально не получилось на конце видно занервничал даже немножко здесь на очень близкие пошли за 59 49 сколько дамок до 55 до белоруссия ботер придумаешь ботская демка не интересно как его можно сократить чтобы правильно произносить а это в общем знакомую кг 7x и он не называет его тропе типа если читать как бы как по-русски то таких почти выходит юзал джампад на флазме тут скорости на р да 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 это твой английская ну друг короче получился у него два с половиной икс и стрейком он вроде когда старых любит до конца год попал рейлом и финиш у него инвертируемый стрейк даже был в конце да роман такой очень любит я знаю и на сколько на 700 побыстрее бенджи из united сингтон кингом это великобритания play великобритания начинается 49 секунд хоть один и три ну побыстрее хоть немножечко все равно нет ни не томить людей не можно в 0 5 посмотреть если но я тогда пойду в магазин скажу нормальным полезным делал сожалению получился но все равно дальше у него ну рокет кстати хороший из себя вниз откидывал и пузырь и джанзом делал я лето плазмливает там 2x 234 ракеты а ну и кстати вот в этот момент где дают ракету мы не отметили а может и отметили на я пропустил да остается плазма еще с дед и и в теории еще можно даже помочь себе заюзать даже допустим после 2x с плазмой забраться наверх почему не да можно так кстати вот на соточку быстрее beer mp3 из германии play пиво музыка девиз словен высоковато очень подлетал можно было ниже больше по скорости сохранил да тут немножко перерывался уже на 5 до плазмы неплохо не использую тоже миновал неплохие ракеты тут но хотя лишнюю кино допрыгнул да неплохо ставил и тогда глазами ежал он думал мне кажется что они не долетит без выдержит мой хороший 2x наверху еще эти выступы которые очень сильно мне на самом деле мешались а кстати с ними тоже зафейлил был один раз и на развороте тоже попал рельсой что смотрится очень эффект плюс 300 еще сделал михаил эрди это один из организаторов по моему россии а кто у нас на десятом месте не помнишь надо смотреть альтероваться я посмотрю сейчас за сколько секунд хотя бы смести к начинается 42 секунды и перепутаем то есть наверх не использовал он использовал нормальную плазму правая стенку левая падение вниз срока наперед перепрыгнул через под проплазмом как надо как-то он перенервничал что ли там ну хороший 2x ну нет не очень хороший но нормальный кстати боится и страйк и страйк и и как попал до миша молодец следующий бг но мат из россии за 49 и 3 play обогнал буквально на 100 но сейчас посмотрим где там мне кажется много где можно было войти ну ну да это не топ-1 фантазм точка ком сервер не отказывается сервер на скорости потерял на повороте прыгнутый перед крышкой и джемпад и зал то есть в моментах он выполнил не очень хорошо но здесь вот кидался вниз неплохая плазма в конце в общем он вырулил свою сотку мне кажется по ним что на старте он зафейлил вот почти идеально словил вообще классно кстати вылетел что будем проверять что за сайт не сейчас потом после обзора осадимся на едини сабы эстонии за сорок девять и два на соточку совсем обогнал посмотрим play кэр и сандер что тэр и тэр и это привет по-эстонски в другом будет смотреть какие рокеты тоже но ну кстати хороший поворот получился тоже притормаживал и масс во имя спейсинга не пока плазму сразу подал юзал чем под где-то на 900 с него вылетел неплохие рокеты кидал себя вниз из церкла нормально ракетел до плазмы и тут также 2x а насколько он будет овощи хороший лекс очень хороший дверь мне кажется граждан был лучше из-за того что он вверх очень высоко подлетала много времени потерял там можно было с прыжка попытаться двоих сделать ну вполне да да сэкономил бы так как минимум секунды если вы просто сказок стрелял крот россия нт play 4090 обошел на 200 миллисекунд я так думаю что как раз на 2x все посмотрим ну да то что он слишком много летел как назвали как говорится так и поплывел использовал джампад потерял много здесь еще споткнулся не долетел до финиша но зато после рокета отлично получилось пропрыгать залетел наверх стрейфом не в принципе получается все прыгать да но ушел стариной попал в краешек самый да неплохо неплохо монстрик 49 и 10000 из россии play монстрик кстати помнишь ты такого или нет bg rock был старенький старенький основатель клана б.г. помнишь я скажу нет наверное ну или может быть не основательно но кайл это он короче камбэкнулся чувак и решил играть только в церкву и только вы q3 пока не поменял да типа grid baby rock был в цепь я думаю для меня он все равно будет rock так что не пофиг как люди кстати он по-моему единственный сейчас не делал под себя rg чтобы сделать 2x потом а просто сделал 2x и на этом тоже возможно какую-то часть времени выиграл и в конце даже нападок почти не набирал и точнее вообще не набирал скотт следующие в упс из united kingdom play 47 6 нашел на секунду и четыре десятых то есть за что примечательной миновали 48 секунд принципе видимо 48 слишком жесткий нормально проплазмил поднялся он там четыре прыжка делал я не заметил сколько получилось у него плазмить вот он не делал 2x лишний он отлично выпрыгнул наверх залетел и страну принципе получилось у него достроить по исполнению наружу жесткие у него этот поворот и мышкой прям в конце за нервничал но нет они резкие просто очень были ну может они соса наверное большая а ну и либо так сталкер германия 47 2 play на 400 побыстрее да на почти полсеки начало принципе стандартно от правой стенки кстати спину даже пытался строить неплохо вот не использовал джампад 34 прыжков делал один рокет не спускал и через поделитом с прыжком по моему все наверх и начал сразу с краешка строить да возможно это еще давай на плюс но про стрейфил хорошо ну сталкер вроде нормально играю так что я не думаю что с ним и были какие-то про 47 и 0 winter нашего клана play ну чтож смотреть фулбек оба шарган 2 хоба я не знаю то ваша медовская черта нет ой я к сожалению его демпи даже не вижу два три четыре ракеты один вниз через под перелетел с одной ракеты проплазмил отребился неплохо 2x получился сразу начал стрейфить попал рейла отлично 46.9 да на сотку побыстрее haze из россии play 46 тоже очень много секунд нормально получилось залететь джампад 3 из 4 прыжков делал по правой стенке нормально вниз тебя толкал и стрейфа начинал прыгать готовился морально финишу хороший 2x кстати почти до с половиной да ну и не иначе как отлично также до стрейфе красавчик капкорп на два фрейма быстрее франция play капкорп банджоу ка банджоу капкорп серверs home хххххххххх ой кстати хорошее роки ты на косарь хороший поворот и здесь ну джампад как мы видим мало кто минус 0 пока все отлично я думаю он хотел даже перелететь за но не получилось и халби там потихоньку старый фил до конца да ну классно дымка дороже более-менее чистые дымки мы видим так что уже более хир при поприятии так volvi канада 46 8 play на сундочку порезче поживее по динамичнее даже какой-нибудь 15 начинает смотреть нормальным ну а 15 место нет потому что 214 двенадцатая твоя дымка естественно хочешь и ну вообще да давай тогда не за 20 окей потому что там монтер и персы и руты не кнут все топчики прошли правда зерк 23 но ничего страшно у него это медленный дым нет light россия play 46 и 6 обошел еще на 200 volvi из канады ну чтож по такой волги интерес что тут вы волги не знаю не слышал получился стрелиться неплохо завернул данным стать классно завернула сразу до конца до плазмил не использовал джампад нормально в принципе получилось 4 прыжка делал хорошие ракеты я думал сейчас 2 пустит вниз я же приготовился кстати но очень быстро кстати все делает а подожди этапом съела не мы реально очень динамично почти без остановок за счет этого я думаю выиграл своих предыдущих соперников следующий мст файт кейт аргентина аргентина я так подумал я не знаю как там у них сейчас я посмотрю да аргентина повезло тебе армения по моему а м должно и не уверен вообще почти идеально плазмил попал в снабзону только чуть-чуть левее от нее он попадал перепрыгнул до первого пада здесь у меня получилось на развороте на развороте эпично смотрится но это сожалению всегда эффективно потому что можно и промахнуться и за счет из-за того что не набираете скорости недолететь 46 тоже много-много дымок смотрим последнюю какое какая сейчас дымка полотча сейчас из армении файт кейт сейчас эпифани из сша вы так 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 стоять я сейчас 46 246 22 до эпифания 46 2 это у нас 32 место play на 300 побыстрее чем аргентинский армянин ну эпифани кстати классно руки кидают насколько я знаю его панка онлайн очень много веров до сих пор действующих на rocket карта и вот сейчас даже видно очень четкие рокеты были хорошая плазма и с джемпадом к сожалению сделал но тем не менее рокеты очень классные дал себя вниз сразу вообще почти без замедления один сортов хорошо проплазмил здесь лишний прыжок я думаю все но они сделали все эти юрский последний рокет конечно так себе очень высоко подкинул его получилось пройти все-таки ну кстати скорость напада хорошую набрал и попал в кнопку и 46 до 40 на 30 45 и 9 квазар это какой-то другой квазар все-таки да это уже не плейволь из здании это уже не кучимоши не шмыгалом а шмыгаться таким ником виду козар козары ты и сколько лайва кстати по моему чего старше участвовать отлично завернул нормально попал перепрыгнул уголок мы садим хорошо сжимпада набрал там 950 и через под перепрыгнул ой даже тут почти в джамбул там да у него по моему действенно случился очень медленно поднимался стройкс попал кнопку и удача начали шину 7 си из сша стоит до play 45 и 908 быстрее еще нас соточку там 150 почти начинал слева цирку от пола стабил заворот принципе нормальный как у всех плазма тоже нормальная через уголок тоже подвязал мне кажется таки заряд чем подвязал многие видишь может быть не могли сообразить пейсинг на скип джампада потому что вы кудре это все равно немножко такое сложновато опять лишний прыжок на тумпаде отлично последний рокет пострелил чтобы толкнуть хороший 2x в итоге хороший рокет и попадает в кнопку sims и в целом классно играть мы с ним даже по-моему играли этим ран какой-то запись есть на канале можете найти там видно будет на 400 быстрее ксас из китая наш китайский дыру вернулся посмотрим что 29 место аж то есть вышел 130 полта 3 точнее все дырки сейчас плотно будут идти у ай задом мне кажется зря у него не получалось и он что что это медленно использовал джампад и вверх и вниз китайцы ласка везде успевают по инвестируйте и вызвать отлично получился 2x и стрейк а ну как обычно да и на развороте опять же попадает кнопку на сотку быстрее эффект наш соотечественник россия 3 подожди даже двадцать шестое место окей play даже странно то что у него такой такое место я ждал по чем выше будет но он выше играет обычно или он так просто просто мало получилось поиграть поэтому это слал так себе демку или он себе мы в основном вполне возможно да джампад юзал ракет вниз через под ну высоковато подлетел можно было пониже поправить три ракеты запрыгивает наверх и стрейфом финиширует принципе от краешка нормально как у нас там демок за 45 не не так много но все равно они есть этом 20 с микен до начинается если что не пропустим игл 45 и 2 россия play тоже старичок кстати говоря давно играет да и давно не играет 500 и 900 кстати хорошие уроки туда для инактивного старичка тоже может сказать советский defrager так что какие интернет использовал джампад принципе скорость 4 крышка вверх ох ты как у него жестко жестко три ракеты и строить сразу начинается почти ну и хорошо застрейхил следующий борис 14 из нидерланд 20 45 и 2 play а прибыль а прикинь ты реально какой то принц с нами играет тут хе 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 варе из 14 2, 2, 3, 4 и плазма падение вниз и джампад царя который заюзан несколько прыжков трех стенок первый рокет был так себе он вниз им вообще стрелял они на искать назад здесь минус жан наконец-то первый человек сделал то есть один прыжок на этом паде наконец-то вот пошли хороший тайм и пошли пошли и приближаемся мужик топ-20 конец таки а мама сама макс а бумаг шапках быстрее на на 2 тоже принципе нормальное прохождение стрел от стенки от двух стенок плазма скорость нормальная но он садис трейкер по моему он очень любит пады без него не хватило скорости на плазме чтобы на трех меньше сделать два прыжка на верхнем паде она прыжок меньше ты в кудри как сделаешь смысле где но там где там ну там на карте тоже там жить и не сразу ракет дается еще и там куда он какой-то таком но если они тортих или но если у тебя скорости там 1200 1300 это по моему делается ну чё-то сложно выкупать и возникнуть честно я не помню уже ну ладно посмотрела что-то я сделаю flame из польши не country here . там там нужно плазмить было прям почти горизонтально чтобы самый ближний краешек попадать света и штука не до тогда четырех прыжков неправильно это говорим заворот неплохо плазма как обычно краешком что 1027 от стенки да что ты как-то быстро очень на такой таймскейли смотреть не знаю нормально привыкается как-то очень быстро дергается не нужно действительно нам тут тоже чуть-чуть полтора часа дамки вы кутри только смотри далее зверх сорок четыре восемь плей сорок четыре восемь 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 на соточку быстрее чем лейн соотечественник и по совместительству капитан клана андет неплохие роки ты хорошо завернул интересно с полосочками играл или нет скипал джампа ракету так пиринга ракету словил коронисту это кидал очень жестко а вот здесь кстати прикольно придумал я придумал ну понятно зеркалвер ничё там не делает у него сайр эксцентр нюхокс и даты моих холох холох зерк пока что я знаю только что я старкрафт и вьюх эрт 400 нос нос ферату это у нас я забыл как это переводится это эти рыбаки не 5 нет нет какой нас ферату это какая нафиг богиня ты нажал твой это у нас до нажал с луками который крапит вампир вампиры так он переводится у тебя вампир ну ладно вампир у нас кстати классная играет карты типа артур и можно его мувик тоже пострелить по моему какая-то по выживаю вампир но еще и вышиваю музык вышел у него не так давно как он называется beyond в общем его можно найти у нас в плейлисте музык вот на канале следующий 44 и 3 кисель это у нас 21 место до плей на соточку быстрее чем нос кисель кстати тоже очень приятно что активировался вообще очень много игроков исходя из форума из активности в дискорде очень много игроков вернулись как не вернулись активировались под начало до полосы просунулись начало принципе нормальная скорости много джампад опять зря заюзан но с четырех прыжков получилось пролететь все это и вверх и вниз долетел до первого пада с одного прыжка 2x получился почти идеально вау даже с одним бракетом всего стены данного учатся почти идеально да да попал в кнопку неплохо и ставим таймскейл один потому что 20 место открывает у нас микенда из германии play на 200 быстрее чем кисель ну чтож медленно стенки два рокета на чуть меньше 1000 как-то немало скорости и здесь для краешка дальше под под неправильный угол мало скорости с четырех прыжков делал очень медленно смело просто привык делал прыжок на этом вау зависел даже вперед отлично попал кое-как кнопку она там кстати не не прям такая квадратная как выглядит она ее по моему даже чуть ниже нее можно стрелять она не знаю или как-то цепляешь ее или триггер там чип другому расположен вот так следующий балл босс россия 43 9 play вышел уже 40 44 секунд ну чтож на 200 быстрее чем микенда правой стенки от руковой скорость нормально 1000 с чем-то из ворот неплохо вот он здесь плюс наверное сделал относительно других неплохой и идеально почти зацепился тут вот здесь от скорости маловато и ракеты не стрелял ракетами вниз здесь как раз потерял него секунду относительно всех других прыгал здесь на на платформу на этом и немножко немножко он топал здесь по-другому сложно было начинать стрельба попала рейлом кнопочку и деку пробила финишем да монтёр молодец надеюсь что сам нашел перс из лаки на сотку быстрее play play где там топчики то где уже давайте к цепи перейдем не устал кстати классная фазма ну чем хороший поворот получился скипает джампад на 1050 вылетает хорошие ракеты тысячи триста начали ракеты вниз пускал по моему там две ракеты быстрее есть не отлично тебя кидают я забыл это кого мы смотрим оберз берсерк слова кирка пешком только есть берс который организатор и ну соучастник который сделал античип а есть вот этот берс их не надо путать один русский другой словак по моему из эстонии 43 и 7 play еще на соточку вот прям чуть-чуть и не везде все рядом рядом все стоят тайм ну рут кстати последнее время набирает обороты и вроде как стенки на тысячи почти кое-как успел завернуть не зацепиться плазмы почти идеально попал сейчас сорок у него было скорости по выходе из этого один ракет вниз с прыжком до первого пада вот антар ах почти прискочил на немножко не хотела высоковато подлетел сожалению ну нормально прям под стрейф принципе ты случил он пусть на лету будет скорость набрать чем пешком до туда дойдет так и с хорошим разрывом на плюс 400 ник из швеции к сожалению его нету по моему в числе мапперов а есть а есть он стрейф сделал следующую карту по четвертый раунд стрейф от него это будет ужасно я думаю здесь жалко нельзя было вверх плазмить ну то есть быстрее в не спадать нам убирали у тебя все на и плазмы мало вы но ракеты кстати такие себе вот у него ракета без прыжка была одна только первый под можно было использовать классно срезы за 43 3 это очень медленно с такой срезой по идее она намного очень дает да я к сожалению так и я не сделал это среза я она в кудре очень жестко жесткая от романа наслушался такие истории как вы лиц очень жестко на два фрейма очень-то или на три даже нет на два на два фрейма быстрее ганджа из германии play ну я тоже понял что ее можно сделать но сожалению без него играл потому что я снова анализируется на себе физику и и вообще не так чтобы так падение нормальная стрейк без чем подано скорость 1013 было 1030 один ракет одну ракету с крышком данных садим быстренько все вылезет ракета написано совесть а ну ты вот это среза тут я думаю решила потому что начало у него очень быстро и по сравнению с ником аудика финиш очень быстро последний из ганджи так что и точно такой же тайм поставил экскалибур из германии какое место это у нас экскалибур с 14 вот ну давайте смотреть play 43 из 312 он по моему последнее время это очень старенький дефраггер но он последнее время все больше светится в кого рейс насколько я знаю с собой страйков быстро мышкой дергать дома не смотри он очень мгновенно мышка представляет дала ночью нормально ты так не делаешь как стараюсь мне прям вообще прям так быстро летает как будто соса у него там уж не аксель сты с акселем очень сложно попасть в нужную зону потому что я из-за скорости движения мышки он написал больше нифига до 43 216 кет из венгрии play чуть-чуть в общем он обошел предыдущего что же посмотрим правой стенки правой стенки стрейф принципе неплох хороший поворот неплохая плазма хоть и слишком высоко скипел скипал джампад скорость 980 очень мало но неплохие ракеты на раке и низ до кидал вниз здесь хорошо проплазмил и и и да не даже там чуть ли не полтора что ли сделано то есть вторая ракета там очень плохо залетела именно развороте пакет красавчик да молодец кет у нас кстати занял 13 и 12 я конечно старался но все равно очень медленно получилось он аж психовал уже за карты стрелял на финише кстати хорошие уроки ты давай я тебя буду осуждать кстати классно повернул 1100 1300 плазма это пойдем медленно скипал джампад на 1020 приземлился неплохие ракеты 1000 1600 1800 2x сразу а сразу на первых неплохо это все неплохо сделал почему нет вот и как как у зерга роут что у зерга роут украл песни последние ракета меня очень плохо вышел там высоко очень подлетел и плохо получилось но дорожки так я молодым не знаю где тут можно вообще набрать еще чего не везде по чуть-чуть ну я вот те могу например сказать как минимум это первая плазма там можно себя вниз толкать пока пока плазми что если сразу немножко набираешь и тут же вниз себя толкаешь это дает ну плюс 200 наверно на плазме тоже там немножко ну очень много микро моментов тут много потому что карта прямая выжимать прям каждый пиксель в общем на сотку быстрее сделал sentinel из германии play что за нумерация кстати 80 наверное демок автоматически представляется когда их заливают люди типа код каждый день к разный код типа если двигаемся с одним таймом зальют чтобы они были разные одну может быть до сексуальный ветер сервер скипал чем под да неплохо успел главное успел 2x и последний рок это не отлично получился очень классно вылета же наверно прыжок до скипал не разница небольшая так что я думаю вряд ли засыпал 48 мистик открывает по моему топ-10 если они шибать за открывает по 10 42 и 8 из великобритании play play слышал ты там таблишься подожду так что же нам показывает мистик отличный поворот да хороший поворот классно переплазмил это все падение вниз с одной ракетой как на свитч начинаешь говорить ты не первый раз уже оговоришься я все слышу вот так махнул попал играть демон нор из польши на сутку по быстрее топ-топ подожди это у нас димана топ-9 это у нас уже в десятку вошел не точнее даже в девятку в девятку да ты видела этот приджам? демон уже такой хоть и послал нормальную демку но не без приколов а может мы еще раз старт у него посмотрим потом ух ты сколько по скорости он играл классно очень-очень нормальная хорошая ракета вниз а тут неплохая плазма да ну одна куда деваться хорошие рокеты две пустить ну да как ты кстати можно на второй патт залетать две ракеты быстрее чем одна я тестил ну да все топы по моему две ракеты сделал а ну ладно не будем пересматривать так дохера дай мак 42 и 3 на 4 снестрее и ухвозим плейк это никита по моему это тоже какой-то принц восьмой это же какой-то ивух восьмой непонятно как-то фрагер как-то интернационально вообще ооо нифига ракеты интересно сколько скорости так он даже развил себя немножко толкал классно плазмил да ну кстати это стрейфер это колимый стрейфер ты видишь что стрейфер делает у нас еще принцы могут вообще стрейфом проходил без запуска ракет но он же стрейфер тоже с прыжком да неплохой 2x ой зацепился как ужасно да мог бы сделать на пол сети быстрее если бы не зац даже больше ну и неплохо попал да все отлично кроме вот от того что он зацепился топ 7 41 и 3 вот целые секунды уже их разделяет надо до гопера мне кажется он срезвый делал хотя не уверен или нет он наверно не делал ладно play фпс гопер это мой братан понимаешь мой братан и ивух принц тоже мой братан тоже хпс ххххх эксперт систем у нас гопер хххххххххх сисотмил походу тоже хорошая плазма тоже скипал он твой много скорости 1100 почти было тоже какие никита да все тоже самое не сына позже побыстрее было и и вот тут вот он скорее всего выиграл вот эту отсеку мне кажется именно тут на этом есть но там куда-то как раз ниже там стрельнул ютун на 40 на 50 быстрее польша play ютун и джилл ванныч от заметил они второй раунд уже но второй раунд результат уже давным-давно есть уже полмесяца кого-то он полгода уже результаты и они все рядышком тут рядышком там рядышком все у них тайм почти одинаковые тоже кстати много скорости тоже без видимо казалось что быстрее но я могу сказать то что 2x она чуть быстрее но реально его замучаешься ловить по стабильности конечно выигрывает этот раунд варить видимо из-за того что я очень много тратить время тратил на волю этого 2x я много времени потратил на но потерял на на всем остальном ладно да я тоже бельгия play 41 и 0 на 300 быстрее 300 300 30 за это у меня мало было времени тренировать все остальное чтобы чисто пройти быстро вот отлично скорости много все отлично хорошая плазма да скипает джимпад 50 джилл ван один же у него написано живом первый тоже призы как это не играет сколько у нас принцессе почти об чем видел куда первый рокет улетела туда в глубь балкону по чуть-чуть потолкну ну классно сделал финиш вот это уже человек который не делал срезу то есть youtube последний был без срезы а дальше уже наверно все будут со срезы проходить а вот нет кстати говоря вот смотрим романа топ-4 49 play мой тиммейт 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 и собственно тиммейт надо фвц и планете ну давай роман я твд уже 15 раз посмотрел с удовольствием посмотрю 16 задом вообще очень четко волстрейф он ты увидишь что он творит и творит вообще по-множески вот он себя даже вниз еще подтолкнул здесь тоже хорошо заскипал здесь очень классные рокеты и здесь тоже вот так вот отталкивался x но он потом тоже последний день вот как я говорил то что изменил road в последний но то 2x просто смотри смотри об вот да вот за счет этого вылета он вырулил в общем то он еще мог легко снять секу просто и не хватило нервов уже на эту срезу потому что такая вот ты еще и карта такая сама по себе специфичная в общем он тоже последний день кидал вниз 2x в ику-3 дался и ничего в общем то не получалось как и у меня в другую сторону когда я делал чтобы хорошо вылететь конце среза короче мы последний папа не добили таймы и поэтому мы не топ-1 бригант на 270 быстрее россия play вообще удивительно как бригант себя сейчас таймы которые ставят да 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 топ-3 надо форекс идущий жестко по-моему очень жестко это вообще бриган может это какой-нибудь декс аякс линии это декс полевому ты же там с дексом в команде к живу чтобы он не слал под разными что там как кстати как у вас делаем третьем раунде не знаешь пока так себе ну а прикольный ров и хороших 2 ой 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 очень жестко слове и 47 молодец что сказать но на полторы секунды все равно декс он есть декс секунды топ-2 кстати поздравляем бриганда с третьим местом и поздравляем декса со вторым 45 у 40 39 и 3 play укрой только именно это среза она очень иначе много времени надала больше секунды там секунды за полторы-две она очень много реже бы вы видишь одно и то же происходит что именно ты его не защищай давай тут что именно будто не видишь что один человек играет что до этого смотрели 1100 с плазмы ой под себя кинул очень четко с одной ракеты на без прыжка неплохая плазма тоже но такой же рот ну вау это скипел заскипал угол офигеть такая жесть прям офигенно вообще пройдено и этот скип скип угла это прям но к сожалению это было только второе место первое место еще на 300 миллисекунд быстрее это у нас шайн или бывший гренадер не знаю зачем он так как ники меняет часто ну ладно давай смотреть из украины они все время соревнуются с дексом кто круче да надо повыться а в тут шайн было написано шайн да у него плеерные написаны нормально я немножко попалкивал 1100 он притормаживал даже немножко чтобы не вылететь за краешек и вот тут 2x на второй по без прыжка это прямо офигенная долетал только один раз это очень плохо у меня получилось это же заскипал скипал намного раньше приземлился поэтому это дало ему там как раз эти 300 миллисекунд чтобы построить адекса очень далеко улетел и больше ну и за счет того что на второй патт сразу прилетел тоже довольно чем позволяем до шайна с первым местом и наконец переходим к цпм да цпм мы их еще будем смотреть час-полтора не знаю как это смотреть может избранных кого знаем это жестко так что 45 минут два и там скил 05 давай я включу сначала посмотреть чем там 45 минут делал наверно ну потом я выделить поставил нормально прошел дальше прыгал пробил прыгал допрыгал на джампада и все как бы дальше уже понятно что он будет очень долго пытаться пройти это все ну туда же перематывать долго будет ты понимаешь 45 минут и вот он стоит здесь на месте подожди таймскейл 2 5 не стоит я подумал что он 45 минут стоять будет и такой как вес потом закончилась резать ну это очень шестко у нас обычно обзор 45 минут от ученого просто могу прошел не отправил демку я остальных тоже не знаю как смотреть я прям хочу пропустить их всех прям значит до минуты хотя бы не давай знаешь как силы ну посмотрим только тех кого знаем давай так сделаем 6 минут смотреть гадонавта или там кто такой гадонавт я не слышал не знаю петрович кто-то какой-то ну вот все делать с этими демками 100 сколько там нас 100 много 160 что 103 демки всего это по минуте в среднем минут ну час по любому будет короче я не знаю давай да давай хотя бы с какого места давай сейчас тебе скажу давай с но смотри мы в уку 3 начали 61 место 31 цепи я не давай посмотрим демки тех кто точно смотрит обзор допустим я не знаю кто смотрит я знаю так что давай это с гаганавта начнем ну ставим скилл поставим не знаю сколько сколько 2 2 3 5 я буду просто проматывать места где он будет фейлиться play ну давай давай только быстро проматывает что ну да там то чтобы это как будто демка за 30 секунд было до начала в принципе вот он там откнулся в стенку кое-как допрыгнул перепрыгнул это плазму стрейк на паника не получается плазмы он кое-как допрыгнул дальше три четыре не получилось раз два три четыре опять не получилось еще разок не получилось три четыре и не долетел опять должен до конца ну вроде наличие демки подтверждена 34 ну более полога нужно нижний рокет который ты от пола им стреляешь наиболе полога пускать что значит полога поле горизонтального прям вообще в полу вертикально стреляет что там что там витамии расскажи ну а что я тебе могу про него рассказать он тут 6 минут пытается пройти это пока без оскорблений 345 не допрягнул а неужели 2 240 он прошел часть сроки то дальше он пытается плазма пройти раз не получилось третий раз не получилось четвертый раз не получилось пятый раз училась такое ой допрыгнул неужели на 6 раз красавчик так 2x сколько он будет мне кажется долго а нет 2x проще чем о поле почти с первого раза сделал нее 2x у него тоже не получился у него просто ржи не получается как у меня да он атаку нажимает вообще он нажимает атаку раньше чем он прыжок вроде бы главное защита это нападение нажимает атаку он у меня 240 приземлился ну что там что там он прошел как там нет он еще пытается рокеты пройти 5 раз не получились в опять 50 он допрыгнул до до верха так у него еще 30 секунд запасе x3 не получился допрыгнул прицелился попал 629 урокова следующее смотреть петрович украина 235 play давай такими же макаром был он обещал какие-то отсылки вроде оставлять какие-то пасхалочки в чате может что-то будет писать и не знаю но старого него начало классная до быстрая учитывая то что он по идее как бы должен быть выку 3 игры потому что в команде с чуваком и он в кутришник как бы команде по крайней мере вовол ну тут по крайней мере не было проблем перелететь ну давай допрыгивай третий или который раз на жизнь то есть вот эти вот неориентированность как карта на начинающих игроков очень очень много портит даже вот эти пады кстати аякса говорил то что эти пады были же еще жестче прикидываешь еще жестче не были еще дальше меньше нет если была сбоку бы какая-нибудь дорожка маленькая для лубов я бы не против пускай были бы же еще ничего страшного не ну да но если вот при таком раскладе то не очень классно и здесь начинается веселье и так понимаю да ну давай на третий раз уже наверно двоих цифр или опять не получилось и подняться вот залез наверх 203 не получился стрейк еще раз еще раз и еще раз он тоже допрыгнул сначала потом стрельнул рейлом финиш наконец-то ох так дальше керман полторы секунды почти если вы тяжело смотреть вот так вот 100 демок на самом деле уже потом уже слов не хватает тем более мы эту карту во сне видели собаку на ней съели так что еще разведаем как постараться будет очень жестко в общем чуваки есть они можете пропускать до топ-10 наверное да но тайм-коды вот на все эти полезности будут в описании либо но не в описании там описание нельзя в комментариях я закреплю все времена поставлю но сроки там даже помог себе додуматься причем на глупый что ли какой как стрейк 23 не допрыгнул раз два три четыре и летел или да и как и любили о ее участки руки так двоих сейчас будет со спейсингом беда упал вниз как обычно со спейсингом у многих все потому что где выпады и мурта вообще не русский же куда наверное но тут реально не хватает просто просто промежуточных падов между ними между всеми падами да ну чтобы новичкам еще было нормальным игрокам чтобы перепрыгнуть можно было в офиг да наверно в кипишке а кипиш тоже кипиш вроде смотрит кипиш 57 кейплей раскинулся просто может опять включить 1 и 3 ну давай 1 и 3 до мой дача с ролей хорошо так сразу но зацепился с уголок использовала джамп от упал вниз неплохой стрейк на падах хорошо проползлил кстати ну и сроками тихонечко медленно наверно добрался до верху дальше у нас эфиоп 54 ты какое место может быть я это какое место а я думаю может просто чисто русских да посмотрим все по идее не то чтобы это как бы по расизмам или что да как бы мы на русском делаем обзор вроде бы ну да есть для своих пацанов и рассказать американцы ведь не сильно обидится они же все рассмотрели новое в общем если вы американец и смотрите это 6 6 я знаю из америки но он русский поэтому завета нельзя пропускать так дальше новичок новичок 497 play там еще sky 357 чего с так много ребят надо надо я знаю как вылечить эту проблему надо всех взяться просто и и начать всех учить играть чтобы к следующему 2 совсем таймы были фрейм там я не знаю на третьей карте попроще будет там даже если 100 демок они по 20 секунд там все ну это топовые грубо говоря не подняться сейчас вы кто-то слушает и тебя третий раунд 20 всех что я округлил 29 неплохо неплохо нормально пройдено без косяков опять же и ну как без таких без грубых ошибок на 700 быстрее skype 7 и 40 90 я не того чувака включил я баула смотри сейчас ну давай его досмотрит а то вдруг потом 50 секунд спустя посмотрим мол 2x получился это толка правда но все равно голода прыгнул но это уже вот без ошибок в принципе идут таймы без грубую хорошо вот и говоришь дальше skype с этим оси яской play тоже принц какое-то падение 307 жесткое государство же 8 был 12 был в 367 его пожалуйста сначала угол выставил потом уже на джампорт прыгнул да да чё практично почему нет просто сделал с другой стороны интересный подход сделал неплохо 2x и застрейфил до конца а потом стрелял до потому что опять же видел такой тема мем где нам музыка начинает играть его тубик он пилит что же дальше видел вот надо в этот момент кто-то сделать и монтаж вы решите это зальем на конхаху знаете это двери кстати эта дверь убивает не просто может она его убила как раз вот и демка кончилась плана мякий пуз 26-1 ты готов да сейчас сейчас где он где он где он где он а вот он давай play 46 или мякий пуз ну давай пути привет пузик кстати так и не развелись слухи о том что ты в бак моделька хорошая плазма кстати слухи и слухи об этом да то что он бак если он действительно бак пускай он выложит свои крутые карты мапнике чтобы можно было сделать для онлайн а мне очень хочется тебя определенный карты ведь интересует там две карты он выкладывал которые которые длинные длинные которые чисты для оффлайна на развороте дал за кнопку и все получилось за 1 45 и 8 play так это у нас какое место уже сейчас скажу у нас 71 ну благо у нас есть time scale у нас есть возможность пропустить кого-то ой сжас и выпрыгать дело до 1 до неплохо высоко поскочил до хорошие руки ты на и финиш так дальше кто у нас там идет после него дед модом дед россии до плей русский идут через через одного не интересно мало пропускает конечно здесь мы весь посмотрим топ-15 там известных людей ну да там поддаваться сколько где там рядом к начинается моя восьмая а ну вот там здесь топ-8 а что там быстро нет или там опять нечо смотреть что у меня да и просто если опять нечо смотреть может не будем терять их время ты но там срезы есть но она медленно и там я без вылета наперед то есть я маленькую высоту набрал с одного рокета только я наперед не пускал так дюкс 446 дух play или дюкс или дюкс 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 это не дух нет не тот самый дух или дакс или дюкс вроде утка это дак ну да а дакс это могут уток многоуточный но он у него написано duty переходить по стену в принципе нормально ракет вниз из стрелял вообще не очень хорошо получился рун зерга опять взял финиш да неплохо следующий шелти 44 1 play это желтый желтый серверов в нет тут еще видишь сутки проблему карты в том что она прямая без всяких не средств особо ничёка нет много пешком топал но в принципе получилось у него расстрелить финиш еще зацепил заски имел 2 так дальше у нас жить и morbid из россии ну естественно из россии кстати один там у него санта мы из латвии 100 латвии мы будем смотреть не знаю ты веришь в евросоюз у них язык почти как русский но они вроде русские нормально понимают если смотришь напиши в комментариях и в настоящих 300 демках 3 2 3 раунда 5 мы посмотрим обязательно туда ну неплохо следующий кто нас там был вот жу вас нифига 42 и 8 очень много народу кто сейчас смотрит все это плане отсылать демки участвует в этих то есть на обычный капитешин 300 человек не дождешься никак ну да у нас уже 57 место вот аналоги там первым нормально выстрелил зацепился немножко за начало за вылет 2x и него почти почти нормально получился дверки это пришлось взять и старый команда прогулы финиша жесткая сын сауни очень жестко так дальше на данный слаг 2 и 6 это у нас 54 уже до 50 демок и и по домам наконец не думал что это будет так тяжело блины думал нам будет о чем поговорить я тоже думал что то что побыстрее будет не рассчитал как надо поделать ну ты смотри глава что-то место на жестком там не почувать допрыгнул сроки то сразу вперед до напад тоже солнца большая либо это там скилл такой то что солнца большая зато почти стрелял да тоже на разу вроде неплохо молодец дальше подальше дальше дальше подожди и сейчас ты залезли на 100 джей идет торши да или такое зуфор вот он с какой стороны интересно не он я скажу откуда сейчас тоже пятик где она где она где она где она флаг тв что такое тв истерика давай тоже херой и да был бы так 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 тоже джей play стелька чего перестал подумаешь я не помню откуда это компа фильме еще есть классовая ну ну не ну быстро быстро построению с другими использовал джопад на 960 это медленно здесь ракеты не очень хорошие дал себе не сроки начали дал себя вниз сроки там опять взорвали и а я тут подумал а можно добавить к эффекту выстрела ракеты который под разрывается такой ты мог типа да можно к этому эффекту добавить искры наверно можно там тупо картинки картинками зубы визуально как бы можно добавить чтобы это выглядел к киска можно делаешь вот после после обзора займемся с другой дурочкой разница у нас альмера 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 чечня гонит она будет опять спасать позвони мне там и трубку опять не возьмет ну динамо конкретный я ждал то что мы повыше место займет но я тоже думал кстати моя же бус сделала классно да но потеряла все преимущество пусто на повороте 1000 100 всего сохранилась опять но не опять точнее 3 ракеты ракет вниз заговариваю что же везде джампады что не подпад опять опять труд зеркать используется популярностью это все потому что не надо стримить и до фвц народ никто не будет знать но вроде не стримил на этом мы чё-то там кто-то другой его стримил водичка 42 0 так водичка в россии да да ну из белоруссии водичка сорок восьмое место вау play вышли из 49 она как раз 50 место заняла 150 пошла неплохо реально были до чтобы это видно было нормально так что именно вот из искр как нарисуешь так и будут не ну как ты вы рисуешь я я не буду рисовать ну пожалуйста закинул сотку на телефон за нормальной искры для руки финиш надо кстати подумать я видел классные искры где то ли в каэсе что интересно туда можно выдернуть вот тебе домашнее задание 41-6 gt-agressor поехали play в каэсе я имею ввиду от взрыва граната там такие раз разлетающиеся интересно не в 3d а кстати да да не знаю надо вскрыть миром пакетом да какие-то а а если это моделькой то по идее можно даже моделькой да спереть ой нет вряд ли там просто проигрывается картинки при взрыве ну как бы как и тут в общем то на первый пат сразу попадает плазмит нормально ой перелетел нормально 2x хороший высоко очень много времени потратила вверху в полете финиш 1 и 6 молодец агрессор поздравляем с 46 местом подожди русский разве естественно подожди тут же написано то что он и кей вроде бы русский он этот и не кей это он русский окей play флаг просто почему-то тогда на сайте неправильный потом на сайте любой можно поставить вот зачем он поставил неправильный сейчас бы его дмку не посмотрели ну вот видишь хейс теперь ты мой должник сделай мне искры братан с третьей ракеты начал как раз стрелять да но это не особо кстати много ему дало потому что он это было неэффективно есть неэффективный минус джамп достаточно эффективно но он там много скон там мало скоростью него был он почти нету не набирал с ракеты там с двух ракетом поэтому неэффективный то есть буду было бы быстрее сделать еще один джамп и нормально ракет пришел стрелиться а джима бас 44 play хочу украинцев тоже смотрим вида смотрим словик без снг ребята пацаны ребята 1200 на повороте плохо по классу да использовал джамп от тоже мы кстати нет использована вами 1060 но мы можно было его не использовать и было бы быстрее потому что он тебя тормозит хорошо получился с перелетом высокопо для тела сколько самый быстрый чувак который сделает 2x какой-то им будет следующий кто там слэм украина окей play 40 и 39 2 звука пропустили на зута ладно зут не русский кстати неплохие ракеты хорошо на повороте сохранил использовал джампад три ракеты одна вниз с одной ракетой получилась змейкой пришлось ему вилять чтобы не упасть и перелететь пады как разогровый поиц еле как он долетел и на развороте дал кнопку далее берем 40 и 168 один тайм у него сыграл так 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 40 и 168 3 муки play что один тайм с 0 у него один план тайм а там один окей мы не один и вы их ой задом неплохо и чем вот опять старожение три ракеты но тут уже эффективно видишь он все равно скорости побольше его интересного интернет старался старался ну давай таких других демок ему как бы как сказать приз симпатии или как он или за оригинально здесь никто пока не выделяется символ украина play даже не за можно будет кому-нибудь дать этот приз за оригинальность базу мнение базу точно не из принципа недавно приз в мой приз никому не на моё использовал джампад и ракеты 2 вниз через под перелетает как раз быстрое чем прохождение ухты два с половиной споткнулся как потерялся секунду наверное попал рейлом 40 и 0 на развороте 5 так кто чё у нас там 40 и 0 это у нас 36 место было так фракир 39 и 8 но в ташплей казань ну чтож так подытожил что ну блин страшно да уже скоро скоро сейчас топчик более фракир свой чувак начала на 1400 тоже начинал как все без джампада но скорость конечно маловато 4 прыжка он делал ракет вниз через один под плохо вот здесь два прыжка сделала чем потерял дают там изначально ржи не получился поэтому такие дела собственно в принципе попал здесь от стрейфа очень мало что зависит то есть на стрейфе там мало что можно скинуть секунд как бы 10 прыжков они 10 прыжков из запада в конце но раньше как корт или они на франции давай посмотрим как корба можно посмотреть так поиску что он неплохо и скорости много мало скорости набрал 4 прыжка пришло сделать без руки так вниз до плазма нормально наверх и 2x залетел наверх отлично финиш здесь мало что можно сказать ранее про это я думаю что потом мы еще на таймске или посмотрим топ-1 демки или там какие-то и так какие-то последние демки по которым опять по 6 минут это у нас чувак у него такой не канал причем как красным ником ok play тот и неизвестный может это есть шмыгодов как вариант начало в принципе неплохое где же я потерялся один ракет пускал вот здесь вот высоко подлетел с этого ракетой и тем более одну ее использовал вот она использовала срезу 1 я не знаю насколько он первый ну 1 мы ставим 1 мы стали кто не смотрели пропускали вдруг там тоже кто-то смотрел срезовой блин о чем пойти пересмотрим торнер на два фрейма быстрее и вышел 40 тоже хотя да интересно торнер сделать срез что сделал или нет и на день и вниз сейчас увидим 4 красави самых краешек ой зацепился как тут еще потерял и падение без рук наверно делал среда получается судя по медленному сначала ну да вот а еще два руки то не хватило не хватило немного финиш 39 и 6 это нас уже какое торнер к мясу занял 29 место уже юзают срезу вот так что если вы и не из зале зря зайти давай ауру мы тоже посмотрим потому что свой ауру есть тоже свой есть кстати интересно как на пушках играет я ни разу его не видел на пушках не уже пинг онлайнером 500 200 поэтому в основном играет пушки но и стрейк до я очень надеюсь что то что за пилит анти анти лак ну как эта штука называется то что сейчас на сервере лагает нет есть же ну стрейк же можно с большим пингом и очень лагает на пушке на пушке такую же хрень я очень надеюсь компенсацию пинга типа да и так двоих есть астралия бегаешь лаги до хосте сэнт нифига сэнтил такое место занял плохое да я ожидал то что вышло много будет смотри подых есть нормально прыгать есть да наверное среза не взял не сужен вообще нормально давить играю здесь вообще неплохо все пройдено ну то есть ну понятно что без каких-то выделений там ой как он скачал в общем из-за того что он воспользовал 2x и так далеко отлетел но и не получилось пройти быстро красавчик чем могут сказать стрейкер хороший результат эффект эффект 39 и 2 до play сэнтил он вообще тоже стрейкер очень быстро должен проходить кстати да я хочу кофе сейчас досмотрим как много осталось тебе еще искры делать не сейчас же не вот через через спад перепрыгнул да неплохой 2x по господи почти даже но эффект да эффект может мы знаем что эффект если захочет он сделает определенный квикс в определенном месте он сможет если что если что-то задрочить он сделал так эффекта у нас тридцать девять и два двадцать шестое место так дальше у нас кошка из белоруссии кошек ой стоять что что надо окей кошек плей подожди подожди ладно все запускай запустил уже запущен на 1500 скорости нормально хорошо повернул 141 ямки кидал под себя руки миновал один подкинул 2x неплохо словил и выверну хорошо да так следующий офигенно балдусты научился делать теперь их юзает и частичка все классно и занимает 21 место в конце между прочим оттеним них ухры муха и тени 22 какой-то вам бомжарская резы даже офигеть норма здесь были из гб еще четко четко мне кажется значит им можно будет приз за оригинальность давать на третьем раунде пока что потому что там много дорожек разных много вариантов следующий за киуэн дарой 37 и 9 1400 но скорость не потерял после поворота принципе отлично плазмит начал сразу как только далее быстро все пройдено мне кажется он без среза даже еда ну да мы не заслужили среди и причем среза хорошо заюзал 37 9 так кто там остался так x10 36 6 так даже бежи ксаса не будем смотреть окей не было еще 36 8 я бы хотела посмотреть ну давай это уже это в 20 мы когда будем переключаться 1 и начнем таксас это у нас 17 место play китаец китайся что же задом 1600 повернул хорошо медленно все сразу начнем возьмите поднялся до 400 причем правильно смотрел в зону вес на него плохо получилось там четыре прыжка делал из срезы с тремя ракетами медленно конечно получилось но ну да не было не было соточку и ждал до 100 3 будет ну ладно play да я тоже ждал кстати что вот эти вот чуваки все вроде как разор не было кто показывает онлайне нормальные результаты они будут показывать и здесь оказалось всем не так очень интересный закономер надо будет изучить этот феномен сначала неплохое посмотреть на дорожку моего интересно 1067 он четыре прыжка делал ну как так один ракет искал до первого пада вот здесь тоже очень много времени потратил не было еще расстраивают энтера так нельзя зря только быстрее теперь энтер грустить и будет зачем делать не надо паул рейлан и допрыгнул до конца человек медленно стрейфят все че за фигня смотришь и прям реально скучно становится после таймскаела так давай экстенд так экстенд да 36 и 6 play россия москоу интересно кул можно расшивать как корова какой-то рэпер вроде к этому особи как его мод что такое есть моз с трех ракет получилось у нее долететь не спускал до 1 до очень быстро скинул там скинул очень много скорости там 200 усов но видел что не получалось кое-когда прыгнул до верха до получилась среза и финиш 36 и 6 вот это какое место занял экстенд 14 так и получается 13 12 11 зерк я честно думал что зерк в топ-10 попадет реально думал что там top 7 где-то вот так будет но видимо не зашло до play ну мы неправильно дорожку искали на и рокет наперед прощение кидали и поэтому так все получать мой поту поэтому я второе вы где-то на хихихих ну блин я очень недоволен то что последний день его изменил смотри нам джамп 1337 указывают джампы нет не показывает 4 . дел как медленно не перепрыгивал через пады ну кстати интересно рокет слою вот но вырулил он неплохо в конце по срезу слезу хорошо сделал финиш финишем так босс так это босс нас на монтор который 10 месяц вот всех остальных смотреть да надо будет лайк 35 и 6 наверно быстро относительно всех остальных 90 ну да 1380 начал плазмить нормально нормально три прыжка на правой стенке с одним ракетом через пад не так быстро ох ты если бы он еще заски мил было бы вообще жить надо там заски мить очень сложно дожди или я не заметил в левую стенку 1 ракет пустил или 2 до 1 ракет просто наперед такие дела вот до 35 и 6 хокс play на пару фреймов хуже очень лучше чем босс босс не такой уж и босс да как выясняется нормально начало принципе на плазме вот 1100 у него получилось с этого он еще дострейфил лошадь и тут все это скорость на первый панк попал пришлось притормаживать зигзагами вырулить у него не очень получилось хорошо а может это будем этим же правилам руководства цены следующих обзоров как думаешь смотреть только русский может ну только тех кто будет смотреть ну что других если что люди сами могут посмотреть если не тесно посмотреть и как и на авто там за тридцать детям эндер 35 и 3 в быстрее на 300 чем хокс play россия мозг я реально недоволен своим таймом вот этим вот у меня не получилось быстрее но из-за неправильной дорожки конечно так все получилось начало так себе скорость маленькая но вроде получилось допрыгнуть вот тысячи сто с чем-то у меня получилось скорости после плазмы набрать да хорошо хорошие рокеты и из боится на 2 2 x тут реально очень рандомный его просто очень сложно но я его кстати последним там дни уже более-менее это стабильно ловил где была основная была проблема это среду финиш ну и здесь я умудрился зафейлить один раз 34 8 на 34 9 около того я перепрыгнул последний пад перед финишем и все и потом после не смог просто перебить себя но это жест но все равно было бы одно место только разница может быть какие-то какая-то плей может быть я бы его перебил на это не уверен до фвц не такой уж видите в цене такой уж и показатель скилла по сути да потому что взять энтера если отдельно как индивидуальное лицо энтер же по скиллу хи вообще всем фору даст потому что густа нифига классно буста не классно тысячи сорок ну что все знают что enter офигенно играет особенно длинные карты так что не показатели иду ноги пускал да ну классно прошел тоже интересно знать кто кто это попала рейлы на доставить он до конца киа это овчарка по моему белорус да это овчарк это кин лав у него там значок больше и он не отображается это овчарка я еще вспоминаю он что-то там про модельку кило писал или где-то в скайпе короче 347 быстрее на 200 литийум из великобритании как получилось да ну на самом деле нет потому что задержка но в твоих ушах это хорошо по сервер там скейлинг репортов это хорошо это сервер вот ползона офигеть офигеть тришка вас трейфит да с двух ракет до 1 пада до 2 был бы быстрее но так получилось видно и по чрезу если вам вылетел он бы топ-5 или не за так следующий адет сайрок с 34 и 6 это он пятое место занимает ну что же смотреть play долит если бы срезал бы точно топ-5 занял и хотя там 3 4 7 было и 35 7 4 ладно посмотрим сайрекса я ожидал очень какой-то крутой тайм я боялся что сайрекс меня передел я же поиграть и потом ехать куда-то он не смог много поиграть да ладно всегда у нас принципе все работа так что времени не у кого по судам или ложку повезло дарит если бы сделал с ким этого уголка он бы точно там полсекунды снял был бы на пятом месте наверно потому чтобы большего снял не знаю так осталось 4 человека адриан 33 и 9 аж уже давай смотреть play быстрее еще на 0 7 что же он там сделал интересно как он проходил от пола на 1530 почти не потерял скорости очень быстро 1800 аж было и здесь еще стрейфит классно я не знал то что так можно там стрейфить это слетим он на пару там они просто в ход ров сделать я даже не пробовал тормозил и заски заски мил уголок вылетел наверх и на большой скорости ухты как попал рейлом финишировал за 33 секунда но вот опять же из-за спейсинга он просрал наверно пол пол секи из-за того что резервился нормально попадом до них не по спейсингу пошел так что не знаю тут к че кому больше вопрос так игрокам то что они фигово сделали к мапперу по идее но шейчка игрокам как можно игроков точнее если он мучился мучился наконец-то сделал это срезовать спустя долго много-много попыток но к сожалению не не идеально чуть-чуть там ближе дальше и не попал и винить его что он не попал идеально что ли да не ну в смысле все равно маппер дурачок то что сделал такие пады это неправильно по-моему это не дфвц уровень пусть порнстар там сделает полы ну как зеркал но это не то потому что блин ну там роки там очевидно надо резать очевидно там надо как-то вылетать и он делает пады знаю что все но всегда будет вылет по-разному всегда скорость если бы маппер предполагал у меня я до сих пор не уверен предполагал ли там это среза большую предполагал предполагали они эту срезу ну ладно следующий да типа из сша play 33 4 на пол сеги быстрее чем адриан я на начало 1600 на 1500 даже сохранил много скорости классно проходил здесь 1130 стрейфил обычным способом две ракеты пускала вниз до 3 года как многие вот он как вообще по-другому все это делал да сделал очень жестко стрейфом и финиш что же еще позволяем мигра стоп 3 и второе место в уде и 7 немножко не хватило топ-1 на что рассмотреть play немножко не хватило мне бы не буду еще три часа времени хотя бы мне бы хватило до топ-1 мне интересно какая дата демки будет у база или у кого у меня у меня я не помню когда это даже это даже это даже не предпоследний тайм был они мне в последние дни он записывал как классно далеко на самый краешек попал попадом по спейсингу у тебя хорошо получилось ты прям почти как надо попадал они я придумал я дам себе приз за оригинальность кроме кроме меня вот этот габы никто не сделал но здесь много людей интересных то есть как личности на безусловно которые там за стрейфили по стене или там этот ну смотри стрейфили по стене уже двое как меню как же его выберет определить поставили демку адрин по-моему или залетала в левый бортик без дружка с торможением вот у него тоже очень не оригинальным было пройдено это среза ну ладно и первое место баз 32 и 6 очень быстро наверно пройдено смотреть play но это не точно я знаю что нет я знаю это знаю что у него чисто финиш лучше и все ну и вот здесь старт может соткой но я ее обратно отжал у нее потом 1700 у него пройден плазма 1140 у него 2 плазма в принципе неплохо пройдено и он вылетел он пониже тебя немножко летел наверное этим но на коса и лишь вылетел из-за этого не у плюс и финиш я в последние дни я вылетал там на косаре на 1100 с другой стороны то что я объяснял это было минус джамп я мог сделать 30 сколько 31 я мог сделать просто есть там из-за того что падали наискосок расположена нельзя там какой-нибудь под перепрыгнуть там по идее у меня почти получалось если хорошо вылетал последний под почти перелететь но это но это жестко да ну как бы это понятно что ты если видишь плюс допустим и ты бежишь я лучше притоможу на вывернуть к финиширую чем буду рисковать так что такой так давай посмотрим с таймскеллом 0.5 давай смотрим в ку-3 сначала демку от 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 шайна до от шайна ну что давай готов плей целую минуту сейчас еще блин два раза дольше демку смотреть ну ладно тут проигрывать от стенки начинал стрейф это в принципе отлично прям от зоны попадал стрейфом на тысячу сделал тысячи с чем-то отстрел ракетами очень хорошо хорошо повернул плазмил даже вверх чтобы быстрее упасть вниз начал сразу после падения стрейфить не так быстро так без церковь а потом все равно неплохо но это он чтобы джампад скипнуть для спейсинга было сделано иначе просто в него втыкаешься и все две ракеты вниз прям идеально почти и с них он долетел до этого пада до него реально очень сложно полететь нужно прям идеально эти ракеты ловить вот здесь вот таким вот образом прям я не знаю как как сложно словить это эти сделать это срезом как это ладно типа вот это твои цикки на это надо этого идеальная же сделать это все это все до финиш да и нужно еще за скимить этот уголок ужасный да и финиш нельзя фейлить и финиш 39 и 0 офигенно пройдено так и посмотрим динку база за 32 и 6 шплей могли бы мою смотреть с 31 так обидно мне я отыграю я отыграюсь еще покажу хочу всем покажу попадаем здравый контент зоны почти вот он наш 1600 воткнулся здесь почти заскинел стенку с поворотом вот здесь сделать без густа просто начинал сплазмить но тоже сказать хорошие у него руки ты от стен и от пола был двух ракет долетал до хода вот так же почти идеальный получился из 2x и со скимом он по этой дуге низко пролетел и и вроде получился спрейсинг хороший но немножко чуть поздравил последний патт блин пиксель вперед и перелетел бы да да жестко ну чтобы даже лучше таблица наверно да и 2 инвалидные дымки еще посмотрим ну то есть не посмотрим осмотрим их да сейчас я переключаюсь на браузер вы сейчас видите у меня на экране результаты так где у меня браузер вот нам результаты кто какое место занял вот если снизу смотреть 103 демки cpm и 61 демка в уку 3 причем это не учитывая вот эти инвалидные демки я к сожалению не знаю отсеялся ли кто-нибудь искусе отсеялся наверное повезло тем кто послал несколько демок получается валидная демка было принято по командам тоже время суммируется людей которые в команде и потом отображается таблица командные что здесь можно отметить я не знаю демки все посмотрели в принципе ну вот инвалидные инвалидные демки ниже там пролистай посмотрим кто у нас инвалид из самых быстрых за 39 секунд у авенжера неправильный движок он наверное играл на движке может быть и дфе видимо правило не очень до конца прочитал не до конца да и в арчи из наших если да когда из неправильный движок тимати спринги зерк много всяких в общем не было принято зерк со скриптом уже спалился лом в игре как говорил то что он привык там на саджа играть на какая разница роман тоже привык роман тоже постоянно играет со скриптом на рж но в онлайне а вы это нормально многие играют но надо фвц нельзя и он это понял и зерк должен был это понять и роман предречился нужно сделать один раз там же не 15 этих надо рокет джампу я пример же он бы и послать а в итоге у него на секунду дешевле водишь на секунду хуже датаем также на сайте дефрак ру здесь вот они результаты тоже опубликованы имеется видео каждой из демки обзора от зерга обзор от зута американский если вы вдруг сам в английском хорошо соображаете можете его обзор посмотреть который происходит но вот эти два обзора не прямо по окончании дфц проходили мы сейчас спустя там какое-то время три дня это делаем результаты демки инвалидные и что еще можно сказать и что собрано на данный момент на призовой фонд будет разделен между победителями чемпионата на несколько частей и если вы если вам не знаю финансы это позволяет если вам нравится смотреть если вы хотите можете тоже поддержать и участвовать в этом игроков держать мало того что заучаствовать если вы займете какое-нибудь хорошее место может вам тоже денежки может получите так касательно того чтобы быть дальше имеется сайт q3df.org на котором мы видим то что какие карты сейчас идут мы сейчас второй раунд уже к сожалению закончился мы можем анонсировать только третий который сейчас идет и что ж ждем вас наверное на следующем обзоре присылайте демки будем все смотреть а ну или не все присылайте демки на dfc чтобы мы их посмотрели присылайте открытки цветы шоколадки будем всему рады спасибо за вам за просмотр всем удачи участвуйте в dfc всем спасибо всем пока всем спасибо всем пока так сейчас мне нужна секундочка